Маткульт, привет всем, друзья! Смотрите, три богатыря! Итак, Александр Нестеров, Санкт-Петербург, Европейский, нет, университет, или высший? Вышка, высшая школа экономики, питерское отделение. Да. Костя Сорокин, в данный момент Глазго, но тоже имеющий отношение к Питеру, да? Ну, Питерская вышка тоже, да? Да, Питерская вышка, лаборатория теория игр. Лаборатория теории игр, вот. Ну вообще, Костя, москаль. Так что заглядывай желание, ты между двумя москвичами находишься. Есть одно желание, но у меня все остальные москвичи москвичи. Сегодня разговор пойдет про приемную кампанию всерьез. Я уже в начале осени покритиковал товарища Файкова за то, что он учинил летом. Ну как бы, как говорится, отвергая, предлагай. И конечно, нас ждут, что мы что-то предложим. Ну вот, мы сейчас будем обсуждать тонкости проведения приемной кампании на бумаге и там, где овраги тоже. Ну начнем с строгой формализации. Я тогда ее не провел, но давайте все-таки строгая формализация. Начнем с того, что просто обсудим классическую теорему Гейла Шепли. Ну начинается с того, что в горной деревне живет некоторое количество мужиков. Назовем их М1, М2 и так далее, МК. И некоторое количество девушек, назовем W1 и так далее, WL. Ну и соответственно, формальная модель стоит в том, что каждый мужик, он девушек имеющихся может ранжировать полностью. То есть сказать, вот я больше всего люблю какую-нибудь, скажем, Олю. Ты уточни, что это моногамная модель. Да, да, конечно. Оттуда горная деревня, может быть, многоженность. Ну на самом деле мы знаем, что алгоритм Гейла Шепли и для многоженства тоже отлично работает. Ну пока, да. С парой оговорок. Ну да, с оговорок. Это важно, потому что предпочтение у тебя именно будет на отдельных женщинах. Да, 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 да. И действительно, тут есть момент. Ну с вузами будет все иначе, но про вузы потом поговорят. Ребята, так вот, она говорит, ну я хочу вот Машу в жены. Ну если она что-то не это самое. Ну в принципе, Оля тоже годится вполне, да. Ну так как второй сорт, не брак. Потом идет там, допустим, Снежана. Я прошу прощения у девушек, если я называю их имена сейчас. Сейчас ты отыграешься на парнях, да? Ну и в конце идет там какая-нибудь, скажем, Агафена. А дальше идет такая жирная черта. Ну у всех в разном месте она идет. И вот дальше идут В, И, В, Ж, В, К. В общем, вот на этих он вообще не хочет жениться. Лучше вообще один осталось, только вот на этих точно не было. Ну и так у каждого мужчины есть такой список. Кто-нибудь может вообще, вот, например, МК может считать, что ему нужна только дубль В2. А вот эти все уже здесь. Все, у него вот только одна выше черты, да? Ну и совершенно аналогичная ситуация с женщинами полностью. Ну и с девушками пока. Они выбирают себе женихов. И, соответственно, например, вот это вот может считать, что ей нужен вот М3. Ну, в принципе, М1 сгодится, там, М4 так, да. А вот эти уже мужланы отвратительные, которые вообще, она даже их рядом с собой не хочет видеть. Ну и так у всех девушек. Ну и спрашивается, можно ли их друг с другом переженить. Вот, взять и переженить. Ну, а кого-то объявить холостяком или, соответственно, незамужней навсегда. Вот. Ситуация не меняется. Новых не появляется. Горная деревня живет своей жизнью полностью. Но важно, чтобы вот эта система брака возникшая, она была устойчивой. Что значит, что устойчивая? Устойчивая означает, что не существует такой ситуации, что вот некоторая пара М, В, которая не образована в данный момент, но желает быть образованы обоюдно. То есть, то, где сейчас участвует М, либо он одинокий, либо он в паре с какой-то В, с волной находится. Вот эта ситуация, в которой он сейчас находится, она для него хуже строго, чем вот эта потенциальная возможная пара. Но этого мало, потому что нужно еще девушку спросить. Так вот, девушка тоже считает, что нынешний ее супруг, Энн с птичкой, например, он хуже, чем этот. Или, если она осталась одна, и этот у нее находится выше черты. Ну вот, собственно, полностью описание понятия устойчивости. И мы ищем устойчивые системы браков, ну и с какой-то, соответственно, с каким-то шлейфом одиноких там и там. И теорема утверждает, что такая устойчивая система браков всегда существует. Это совершенно потрясающий результат. На самом деле, совершенно непонятно, почему это должно быть так. Ну, как тут же мы любые данные выписали, да? Мы привыкли к тому, что редко бывает, что универсальность каких-то теорем, вот, в принципе, там часто что-то в матэкономике происходит при выполнении, например, условия с пенсами Рлиса, там, или что-то подобное. А здесь никаких вообще нет дополнительных условий. Вы просто берете вот любую такую ситуацию, и их всех можно переженить. Первый вопрос, как, да? Как их переженить? Ну вот, казалось бы, можно как-то на ощупь запустить, потом переженивать по алгоритму, как только возникает такая пара снова, она заключается, ну, какой-то хаос такой, перезаключение браков, да? Ну вот, можно сделать гораздо проще. И это тоже работает. Это тоже работает, да. Ну, можно сделать очень наглядно. Наглядно и весело, главное, весело. Это очень веселая задача. У меня тогда ощущение осталось, что я не договорил. Я сейчас договорю. Вот. Очень весело. Смотрите, вот каждый мужик берет и приходит к вот этой девушке. Тут, кстати, тоже может быть, Дубль-В2, чтобы вы думали. Ой, у нас тут везде Дубль-В2. Ну, давайте пусть здесь Дубль-В3, например. Вот. И каждый приходит к своей. Самой-самой. Любимой и желанной. И говорит. Иди за меня. Замуж. И вот они все у себя в домах сидят. Вот их тут. Эй, штук. И у одной, значит, здесь вообще никого нет. Она как вот сидела одна, так и сидит. Блин, никто из мужиков не пришел. А кому-то может целых три. Вот, например, к Дубль-В2 мы видим, что пришли М1, М2 и даже МК. И вообще можно подумать, выбрать, да, выбрать. Ну, что она делает? Она вначале смотрит. Если все три вот здесь, вот эти вот, да, то всех нахрен сразу шлет. Негодные. Негодные, да, негодные. В общем, каждая девушка, после того, как у нее образовалась некоторая компания, возможно, пустая, из тех, кто желают ее в жены, прям вот, у кого она на первом месте стоит. Она из них выбирает, ну, прежде всего задает себе вопрос, есть ли хоть один выше черты. Если нет, то это то же самое, что к ней никто не пришел. Всех шлет. А если есть хоть один выше черты, она уже говорит, ура, мамочка, я уже выйду замуж. Точно, я уже не останусь одна, да, потому что у нее уже появился кто-то, кто выше черты. Она ему говорит, самому высокому из пришедших, она говорит, ты знаешь, вот, ты знаешь, я вас попрошу остаться, да, ненадолго, да. Сюда напиши М3. Да. И где она? Это В2, да? Ну, давай, М, так, ну, здесь, допустим, было М4, например, а потом идет М1, да? Вот, М4 к ней не пришел, ну, bad luck. Но и М1 пришел, и М1 выше черты, он, в принципе, и годится. Да, и обведи в кружок, потому что ты... Она говорит, вот этот останься, эти пошли отсюда. Ну, и после этого, значит, как бы, когда все пошли отсюда, на следующий день они приходят к своим вторым. Но тут ты говоришь, что вот те, которые пришли, ушли отсюда, они сюда уже не вернутся ни в каком раскладе. Да, 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 их послали навсегда. Это принятие, принятие условное, да, поэтому это называется, как бы, условное принятие, а отказ, а отказ окончательный. Да, отложенное согласие, да. То есть, М1, ему говорят, подожди здесь, посиди, я подумаю, в принципе, такой вариант возможен. Ну, я подожду, может, кто-то крутой придет, ну, как бы, ты-то так себе, ну, в принципе, в мужья годишься, но есть же крутые, да, я подожду. М4. Да, М4. А эти, да, пошли вы все. Ну, вот, соответственно, как бы, ну, они сейчас и по моему алгоритму тоже, ну, в смысле, по алгоритму Гейнл-Шиттли уже будет видно, что они к ней не вернутся. Значит, следующий день они идут к своим вторым. Значит, те, кто посланы, идут ко вторым. Ну, некоторые посланы, они идут никуда. Например, если вот МК был послан вот отсюда, а так и вышло, то он горькие слезы льет, берет бутылку водки и навсегда остается один. Все. Значит, для него алгоритм завершен. А те, у кого кто-то еще в списке есть, идут к этим еще. Дальше возникает такая ситуация, что у девушки, как бы, есть, может быть, кто-то старый, самый лучший такой из тех, кто до этого перед ней появлялся, и какие-то новые, которые вновь пришли. Так вот, она их все в общую кучу скидывает и снова вычисляет самого лучшего. Ну, уже ясно, что не пустое в ночь что будет, потому что уже вот этот же, по крайней мере, есть, да. Может, новые все пришли хуже него, тогда эти новые все идут нафиг, а он продолжает ждать. Ему говорят, ну и дальше жди, ничего, пока все хорошо идет для тебя, но для меня не очень. Я все жду. А если пришел М4, да, к ней, тут она уже шлет, и этого шлет, всех остальных она, значит, М4 хватает. И вот в этой ситуации она уже его жестко схватила, она уже его не отпустила. Вот. Ну, а дальше, соответственно, как бы процесс продолжается, кого-то снова послали. И он, он с каждым шагом, да, у нас день есть, утро мужики идут искать, а вечер девушки соглашаются, значит, подождать. Вечером девушки кого-то выгоняют, выгоняют лишних. Выгоняют лишних, да. Ну и понятно, что процесс когда-то застопорится. В том смысле, что так как в любой ситуации, когда кто-то выгнан, на следующий день он идет в своем списке к следующей, то как максимум за количество мужчин умножить на количество женщин, то есть за вот полную длину всех списков максимально возможную, ну, может быть, гораздо раньше эта черта наступит, но, по крайней мере, никак не позже, чем вот полный перебор всех вот этих вариантов, каждый день как минимум один мужчина идет как минимум к одной новой, значит, женщине свататься, пока что-то происходит. Значит, не более чем за M умножить на W, ну, тут не M и W, тут K на L, да. Не более чем за K умножить на W шагов, возникнет ситуация, когда никто не послан. То есть они сидят и ждут, и, значит, уже никто не пришел, ну и все. И не придет. И не придет никогда, потому что везде все сидят и ждут. И в этот момент приходит Ак-Сакал, и он говорит, а теперь все свадьбы, которые здесь возникли, играются. Ну, все пары играют свадьбой, все одновременно. Ну и дальше очень просто показать, что этот механизм приводит к устойчивости. Ну, там просто, грубо говоря, перебрав все возможные угрозы. Ну, он фактически последовательно перебирает все пары, да. Если какая-то блокирующая пара возникает, вот, собственно, блокирующая пара, то она должна была бы уже возникнуть на предыдущем шаге. Это вот на самом деле нет смысла очень подробно объяснять, потому что я столкнулся с тем, что студенты не понимают все равно это с первого раза, а кто захочет понять, он поймет это сам. То есть алгоритм, в общем, достаточно прозрачный. Гораздо проще самому почувствовать, что это действительно так, что если какая-то такая пара бы была, то эта дубль В должна была бы им ангажировать раньше. И, кстати говоря, да, сделаю немножко минутку рекламы. Есть, в принципе, книжки на русском языке, где это нормально написано. Наверное, наиболее известная и наиболее распространенная, это учебник Лискерова Хаббина-Шварц, высшей школы экономики тоже, где просто есть две главы про паросочетание. И вся эта теория нормально объяснена, как бы, печатным текстом в формате вузовского учебника. Да, а также будет скоро книга наша с Филатовым, механизмом, который тоже все это... Давай попробуем все-таки за три слова. Да, давай, давай. Предположим, что мы дошли до какого-то сочетания, вот эти мэтчинги называем сочетаниями, но... И остановились, но в нем есть вот эта вот блокирующая пара. Это что значит? Это значит, что М предпочитает какую-то В, которую он уже... Да, был И, да? Который он уже предложил. Да. Он уже предложил. Может быть, она его сразу отвергла. Может, она его поддержала, а потом отвергла. Но в любом случае она его отвергла. Да. Заметим, что мужчинам со временем становится все хуже, они предлагают все более, менее предпочтительным женщинам, а женщинам становится все лучше. Это значит, что когда она его отвергла, она его отвергла в пользу какого-то более хорошего. Конечно. Видного, дородного господина. А с тех пор становилось только лучше, лучше, лучше. Если что-то у нее менялось, то становилось все лучше, лучше, лучше. Все более дородное. Ну вот мы и перешли к противоречию. Такой блокирующей пары быть не может. Если он ее предпочитает, значит она его не предпочитает. Если она его предпочитает, значит, он ей еще не предлагал. И может быть и не предлагал вообще. Точно не предлагал вообще. Да, так что никакой неустойчивости в этой системе браков нет. И возникает только один вопрос. Причем здесь приемная компания, да? Ну, смотри. Причем здесь жизнь, это тоже хороший вопрос. Причем здесь приемная компания, хорошо. Но прежде чем мы перейдем к приемной компании, собственно, вопрос. А если это все реализовывать, ну, пытаться, вот как в вашей сказке. Чем плохие блокирующие пары? То есть какой конкретно отрицательный эффект имеет возникновение блокирующих пар? Ну, здесь это будут какие-то измены, разводы. Смотрите, вы эту штуку описали как некий централизованный механизм. Как некий централизованная процедура, в которой все участвуют. Если в системе есть блокирующая, система допускает возникновение блокирующих пар, то получается, что люди не хотят, какие-то пары не хотят в этом участвовать. Ну да, ну да. И захотят договариваться помимо этой системы. И это на самом деле один из очень важных моментов, когда мы перейдем к, ну, вот от сказки, от сказки к жизни. Да, что мы подолгаем какую-то процедуру, и люди должны хотеть в этом участвовать. То есть, и вот здесь вот, можно ли в этой системе, как бы, какой-то паре выскочить из системы, договориться помимо ее, типа Ромео и Джульетта, да? Вот. А те, как они друг друга очень любят, может быть, им стоит не участвовать в этом деле? И на самом деле наиболее, как бы, интересное здесь, наверное, что ответы это просто отрицательные. Что такого не может быть. Ну да, в силу действия этого механизма. Что если, если, как бы, вот какую бы вы пару не взяли, образованную или не образованную, они не смогут придумать себе лучший вариант. Лучше и для... Образованную пару в том смысле, не в том смысле, что они получили высшее образование. И аспирантуру закончили. А в смысле, что она образованная, образовалась. Вот в этом плане. Нет, в смысле, что какую, 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 муж и жена. Какую папу не возьми. А не образованная пара, это не та, которая не образована. Слушай, это как-то, я понимаю, это для постоянной аудитории канала. Это для постоянной аудитории канала, пояснение. Нет, дело в том, что образованная и необразованная действительно сейчас, ну, как бы, будет очень сильно звучать. Хорошо, хорошо, да. Мы потом говорим про образование. Но смысл этого пассажа простой. Что в механизме выгодно участвовать. Ну, в общем, да. Можно я такое подобное сделаю замечание? Действительно, пока что это просто математическая задача. Удивительно в ней уже то, что сама концепция решения, вот эта стабильность, сочетание безблокирующих пар, она уже красивая, интересная, что она всегда существует. Это первое. Интересно, что доказательства конструктивны. Само по себе красиво. Да, и механизм не заем степенен, 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 степенен ходов, как было с этими делениями. Да, они могли бы доказать это при помощи теоремы неподвижной точки какой-нибудь. Могли бы там каким-то перебором доказать. Но нет, само доказательство конструктивное и красивое. Пока за это Нобелевское племя по экономике тем более не дают. Но оказывается, у этого решения, у этой задачи еще очень много удивительных совпадений. Сколько свойств? Она масштабируема. Мы сейчас говорили, что важно, что вначале сказали, что мы привыкли к простым задачам. А это задача какого угодно размера. Она всегда будет решаема. У нее есть вот это вот, у самого свойства стабильности, есть удивительная интерпретация. Это значит, что если мы что-то такое предложили, вам лучше здесь участвовать. Вы лучшую пару не найдете, участвуйте в нашей системе. Не надо искать каких-то, значит, обходных путей. И это будет важно, ну, для разных... Вы лучшую пару не найдете при данной реализации. Это надо тонкости есть некоторые, да? При том, что все участвуют, да. Есть другой механизм, который тоже приходит к устойчивости, но в этом новом положении у некоторых женщин будут более выгодные мужья. Я имел в виду, что... Но не наоборот. Я имел в виду, что для... Как бы нету смысла паре бежать из системы ни одному человеку. Да, да, совершенно верно. А для одного человека там непонятно пока. Ну, а как он может бежать? Он что, изнасилует что ли там кого-то? Нет, тут договориться, договориться. Нету стимула договориться паре и системы. Да, вот именно парные побеги, которые только здесь и могут рассматриваться как угрозы. Тут не может рассматриваться угроза. Пришел мужик и говорит, ты тут замужем за вот этим придурком. А мне плевать на тебя, я просто тебя люблю, сейчас тебя забираю и краду. Такого мы не допускаем. Мы допускаем только угрозы парные. И вот этих угроз не возникает. Хорошо. Ну что? Что, образование? Наверное, да. Переходим к, собственно, образованию. Да, ну тут я могу сказать так, чтобы закончить теоретический пассаж, я хочу сейчас подразнить феминисток чуть-чуть. Ну, этот механизм, да, он такой вот, как бы, ну, ровно так, в общем-то, жизнь устроена. Да, ну, по крайней мере, точно, что в патриархальных странах это так происходит. Да, девушки не бегают за мужиками. Но спрашивается, а что было бы, если бы девушки бегали, да? Белый танец. Да, белый танец, белый танец, точно. Ну, вот здесь, как бы, кажется, что мужики суетятся, да, девушки выбирают, так, все, как бы, и у девушек улучшается с каждым разом положение, а у мужиков только ухудшается. И кажется, что, наверное, вот это такая мечта, мечта женщин, ну, феминисток, да, что вот круто. Ты сидишь, ты ничего не делаешь, у тебя с каждым шагом улучшается твое положение, да? Я думаю, что все будет ровно наоборот. Ну, ты думаешь, ты знаешь, да? Да, так вот, значит, теоретический результат стоит в том, что среди всех вообще систем устойчивых парсочетаний, которые есть, а их может быть безумное количество совершенно, огромное, среди всех устойчивых систем браков, та, которая получена вот этой процедурой, является в нестрогом смысле самой лучшей для любого мужчины и самой худшей для любой женщины. Из стабильных. Из, я и сказал, из всех. Потому что это еще раз надо повторить, потому что, понятное дело, что... Из стабильных, да, конечно, если хватило и заставил. Система учитывает предпочтение, как бы, двух сторон, а если бы она не учитывала, то был другой разговор. Так что вот так, просто, ну, это чтобы понимать, да, что, да, мы не зря, мы не зря, как, как, это система не зря так долго складывалась. Здесь, здесь понятно, что вот в этой, по крайней мере, в этой сказке, да, мужчины и женщины очень симметричны, и ничто не мешает рассмотреть обратно. Формально берешь и делаешь то же самое, мужики пиво пьют, а женщины по ним бегают, да. Обратный, обратный вариант, где предлагают женщины, а мужчины принимают или отказываются. И там будет все ровно с точностью до наоборота, там получится лучший вариант для женщин. Да, 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 да. Вот, так что вот такая. Есть еще много других пар сочетаний устойчивых, которые ни тем, ни другим алгоритм не отлавливаются. Можно нарисовать картинку? Все эти пары сочетания... Образуют решетку во множестве. Да, 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 да. Можно частично упорядочить. Да. Вот, в общем, в случае, что такое получается. Вот это то, что мы нашли, это лучшее для мужчин. Да, вот там. Наверное, худшее, в смысле, парето. Это для женщин? Да, это для женщин, да, то есть это... И посередине куча всего. Мы называем Man Optimal Stable Matching. А это вы, Man Optimal Stable Matching. Оптимальное для мужчин стабильное парасочетание. Да. Да, среди всех. Это значит, что каждому мужчине по сравнению со всеми остальными стабильными парасочетаниями, здесь не хуже, а кому-то строго лучше. Вот это, это значит, что кому-то... Какой-то компромисс между всеми. Да, какой-то компромисс, да. Вот это значит, что вот эти два, они несравнимы. Здесь некоторым мужчинам нравится больше вот это, некоторым нравится больше вот это. Но всем мужчинам нравится вот этим, и этим, и всем нравится вот это больше. Ну, ты понимаешь, что вот эта точка, это набор браков. Сочетание, да. То есть это как бы такая... Ну, на самом деле, это довольно нетривиальная конструкция, и как бы желающий, опять же, мог начать это изучать. Потому что в какой-то, в какой-то момент можно ли вот на этой истории получить нетривиальную математику? Да очень легко. Там очень, да, очень быстро... Кнут, господи, задача о просочетаниях и некоторые другие задачи в комбинаторике. Но там, там ее другая. Рыжая. Я был там инициатором перевода ее на русский язык. По-моему, там, если я правильно помню, там просочетание без предпочтений. Дох, нет, отнюдь, да-да-да. Кнут как раз это и изучал, да. Нет, вот это. Хорошо, окей. А, ну да, пожалуйста. Нет, там есть связанная другая, да, задача с максимизацией суммарной, но это напрямую с ней неизвестно, конечно. Вот, такие дела. Ну а теперь мы, собственно, переходим к избирательной компании. И, в общем, я как бы... Нет, еще не к избирателю не переходим. Опять избирательной, что такое-то, а? Ну, у кого что болит? Нет, я просто, да, в этом году занимался ею, поэтому я, у меня как бы выражение избирательной компании является... Вступительной, вступительной компании. Вступительной компании. Система приема. Переходим, да, к системе приема в ВУЗы. Вот, и, конечно, как вы догадываетесь, нельзя... Ну, трудно взять что-то и прямо переложить, в силу, там, целого ряда причин, как конституциональных, так и каких-то еще... Давай сначала расскажем сказку. Значит, вот эта сказка, да, она, в общем, звучит, ну, как-то не очень реалистично. Где-то вы видывали, да, что вот у нас, значит, вот все браки, так сказать, справляются централизованно. В Северной Корее даже, наверное, не так. Нет, нет, иногда я как-то раз видел подобное в Индии, где очень дорогие, ну, надо бы, очень дорогие, большие расходы на свадьбу, потому что отмечать так отмечать. Вот, приглашают просто всех, вот, и, так сказать, чтобы в деревне не обанкротилось, надо там 10 свадеб гнать в один и тот же день, чтобы как-то... Возрастающая отдача от масштаба. Но поиск пар там все равно устроен не централизованным механизмом. Да, и это звучит, ну, как бы, как красивая история, но, возможно, не столь убедительная. А где мы действительно можем это применить без дураков и без выдумок, это вступление в ВУЗы, поступление в ВУЗы. Так, где мы говорим, что на самом деле у нас вот мужчины и женщины, это не совсем мужчины и женщины, а это образовательные программы и абитуриенты. И получается, что у нас, как бы, на образовательных программ много мест. Ну, бог с ними, да, вот мы же можем считать, что вот в одном домике, где у нас раньше, как бы, принимающая сторона, так сказать, осуществляла выбор, да, мы можем сказать, что вот на образовательных программ много мест. И оттуда выгоняют, скажем, не всех, кроме одного, а всех, кроме ста первых. Нормально? Нормально. Нормально. Стоит жен, отлично, да. Теперь, что такое? Ну, в абстрактном смысле, естественно. Ну, кому нормально, кому не очень. Как-то, если я был сунтан. Помнишь, если если? Да-да-да-да-да. Та-ра-ра-ра-та-ра-та-та-та. Так, хорошо, теперь, а вот эти вот списки, что это такое? Ну, в российских реалиях, например, большинство ВУЗов, большинство образовательных программ, оно ранжирует студентов по баллам. Причем брутально, по сумме просто, да? Там до того, до того, до того все привыкло, да, в каждом ВУЗе у нас были свои вступительные испытания, и ВУЗ ранжировал всех студентов по этим вступительным испытаниям, по их результатам, по какой-то своей формуле. Да, где-то, где-то туда могут добавляться какие-то качественные рассуждения, то есть в каких-то там творческих специальностях, да, если там проходите творческий конкурс, там театр, кино, не знаю, ну, там как бы тоже может учиться за счет субъективное мнение. Но идея, идея о том, что образовательная программа может упорядочить абитуриентов, ну, кажется, очевидно. В общем, ничего такого в этом нету, это сплошь и рядом происходит. Да, безусловно. Так или иначе упорядочить, конечно, можно. Так или иначе это делают. Да. Теперь, со стороны абитуриентов. Ну, а что, абитуриент же тоже думает, куда подаваться. Да, то есть вот сейчас, в нынешних условиях, да, есть список из пяти. Да, его как-то люди заполняют. Там до того, надо было куда-то поехать, сдавать субъективные испытания. То есть тебе надо было заранее перебрать варианты, прикинуть, где реально, и поехать туда писать экзамены. То есть тоже вот этот как-то выбор, это как-то осуществлялся. То есть пока все сходится. Мы можем смело предполагать, что... Разница только в том, что студенты учатся все-таки в одном вузе, кроме редких исключений. Да. Вот. И в науке это называется один ко многим. То есть одна сторона, где много, много мест. Да. Надо посылать программу много мест. А есть другая сторона, которая выбирает только одну образовательную программу. Ну да. Вот. И дальше, дальше можно повторить все вот это, все вот это почти слово в слово. Алгоритм будет точно такой же. Можно сделать так, что студенты посылают документы в вузы. Можно сделать так, что вузы посылают приглашение студентам. Мы об этом еще будем довольно много говорить, как правильно. Вот. Значит, то же самое блокирующая пара. Ну что такое, что такое блокирующая пара в образовании? Вот проговори, да. Это... Вот компания закончилась, всех уже зачислили. Вы смотрите на проходной бал и думаете, вот я же, я же проходил туда. Да. Какого черта? Ох, в этом году много было таких сантиментов. Вот. Как так вышло? То есть я там не попал ни в какой вуз, или попал... На платную программу куда-то. Попал в какой-то плохой вуз, или попал на какую-то платную программу. В хороший вуз, да. И я вижу, что есть варианты лучше. Да. И вот зараза, на этом варианте лучше, туда прошли люди с баллами ниже, чем у меня. И вот это типичная, типичная блокирующая пара. То есть вуз обязуется упорядочивать абитуриентов, скажем, по баллам. То есть всем понятны предпочтения, всем понятны предпочтения вузов, они прописаны в регламентах, в законах. То есть это не секрет. А абитуриент свои предпочтения как-то уж знает. Ну да. Вот. Ну и это создает напряжение. То есть люди, люди там, ну самосожжением вроде никто не занимался, да. А вот как бы там в суд подать могли. Ну и плюс, плюс надо понимать, что это не только для человека плохо, это еще и для общества плохо. То есть, ну вот как бы человек должен потратить лишний год на перепоступление, например, если ему неприемлемый вариант. Да, этот год он не будет работать, не будет платить налоги, не будет получать знания. Да, кто-то, кто-то попал на ту специальность, которая ему не нравится. Да, значит он будет хуже учиться. Значит, ну как бы одним профессиональным специалистом стало стало меньше. То есть вред, 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 вред не только этим студентам. Костя, давай, я чуть добавлю формализма. Действительно, до того, как у нас вели ЕГЭ, можно было считать, что, ну вот это наши школьники, да, у них есть какие-то предпочтения на образовательных программах, там в факультетах, раньше было так. Вот, а у этих образовательных программ, ну действительно, предпочтения на школьниках, потому что они же сами вольны выбирать школьников, проводить какие хотят вступительные испытания, и тогда вот считать, что этот лучше, этот хуже. Но минусы мы знаем, из-за этих минусов ввели ЕГЭ. Но я бы сейчас даже дискуссию вот по этому поводу не открывал, потому что сейчас уже совершенно не очевидно, перевешивают ли плюсы и минусы. Но не будем говорить. Но что еще изменилось вот с точки зрения формализма в нашей задаче? Теперь внезапно все вузы должны использовать ЕГЭ. Они могут и со временем это становится все больше как-то модифицировать, добавлять какие-то олимпиады, дополнительные там испытания, что-то такое. Но теперь они должны принимать по ЕГЭ. И это значит, что это не обязательно уже их предпочтение, это их обязательство. Да, понятно, да. И они должны... Да, да. То есть теперь более высокий балл ЕГЭ не значит, что меня предпочитают по сравнению со школьником, у которого более низкий балл ЕГЭ. Это значит, что это мое право, как школьника, быть принятым вперед. Ну да, мы говорим о предпочтении. Она как бы вот после всех этих регламентов, которые не совсем предпочтение, это уже... Стороны может приоритет, да. Это уже как бы нечто отлитое в граните. Да, это первая часть формализма. Вторая часть формализма, вообще-то у этих образовательных программ уже предпочтение не на индивидуальных, они же не по одному теперь принимают, а на... в множествах абитуриентов. Ну, да. И вот история вам такая, что когда вы придумаете какую-то процедуру поступления, какие-то правила приема, люди на них реагируют. И нельзя считать, что вот, а давайте мы там что-нибудь подправим, а люди себя будут вести так же, как раньше, и все будет хорошо. Ну, нет, вот после того, как мы построили мост, люди начали лезть по-другому. И вот та наука, по которой мы рассказываем сегодня, те наши предложения, которые мы сегодня будем, так сказать, пытаться объяснить, они ровно-ровно про это. Вы что-то сделали, и есть реакция. Эта реакция, она все меняет. И можно ее предсказать? До какой-то степени можно. Ну, мы попробуем. Ну, а теперь, собственно, к этому саму крыльку приема. Да, ну, к притче одна небольшая байка. Мы вспоминали Гейла Шепли. Надо сказать, что Гейл Шепли в своей статье и задачу распределения по колледжам, колледж-админишн-проблемам уже сформулировали. Но так получилось, что решение, которое они придумали, предложили в своей работе, уже 15 лет как работало. Его придумали сначала в практике, после 50 лет экспериментирования. Значит, есть такой канонический рынок вот в этих задачах. Это рынок распределения интернов, ординаторов. Ну, у нас... Я сюда. Можно... Если я реально показываю на тебя, то можно просто смотреть сюда. Во всех иных случаях у тебя. Хорошо. Что такое интерн? Так сериал такой. Да, ординаторы, резиденты, по-английски интерны, это недоучившиеся доктора. Вроде как, они образование уже закончили, теперь надо практиковаться. То есть, медицинские сотрудники? Да, да. Доктора не в смысле наук? Не в смысле наук, нет. Да, то есть, доктору предполагается, что после того, как учу диплом, чтобы быть именно доктором, нужно какой-то период практики. Вот по-русски называется ординатура. Несколько лет. Вот, и задача похожа чем-то на то, что у нас есть. У нас есть медицинские школы, они выпускают вот этих вот недоучив медиков. В хорошем смысле. В хорошем, да. Есть эти госпитали, больницы, им нужно дать их нанимать, вот, как-то давать им практику, и потом чаще всего они в этих больницах остаются. И больницы очень разные. Есть там сельские, есть какие-то там центральные в Нью-Йорке, где побольше платят, поменьше платят. Вот. И 50 лет вот вся эта медицинская система билась над тем, как устроить этот переход нормально. Ну, сначала 20-го века, с самого до 50-х годов. То есть это было уже почти 100 лет назад, даже больше. И они прошли, вот, если бы эту историю знали мы все, если бы где-то ее проходили, то нашего бы коллапса в этом году с приемом не случилось бы. Потому что все уже, все уже когда-то было. Да, потому что действительно все, что мы увидели, происходило и там. Что там происходило? Вначале там шло разрушение рынка. Это значит, что, ну, ты как... Госпиталь хотел бы найти какого-то талантливого, хорошего выпускника к себе в радионатуру, резидентуру. Ну, ты смотришь, и вроде их много выпускается, но смотришь, вот, хорошее ухождение осталось. Их как бы наняли месяц назад. Ты думаешь, о, месяц назад наняли, мне надо, значит, пораньше начинать. Надо, там, за два месяца до выпуска уже начинать нанимать. Два, есть два похожих эффекта. Как интеллектуал подрубил все школы в Москве, начав с пятого класса. И вообще вот эта идея, что мат-классы все ниже и ниже. Церковь от школы такая, да? Да, в Москве. Вот. И вторая, вторая, вторая такая же ситуация, господи, только что была... Ну, в точече от школы. Нет, ну, нет, здесь как раз... Олимпиады, вот. А, нет, ну, яблони, яблони. На яблони растут яблоки, и сливы еще лучше, сливы. Незрелые сливы невкусные, но зрелые уже съели. И поэтому, как бы, дерево слив, да, стоит на улице, и его отбирают тогда, когда они все незрелые еще, или вишен. Потому что иначе твой сосед возьмет и съест потом. Если ты сейчас не съешь незрелую, зрелую съест твой сосед. А что, если не съешь сосед, то сидят пудрофты. Да, да, в общем, то есть история такая же, да, что... Ну, да, в общем, есть... История совершенно ясная, да? Есть много кандидатов, да, там, тысячи, есть много рабочих мест, тысячи. Им бы хорошо всем собраться вместе, как-то распределиться согласно предпочтению, но в каждый момент времени рынок пустой, тонко. Там, пара мест, пара вакансий и пара кандидатов. Вот, и до начала 20 века, кремата, до 30-го года где-то, там больницы уже нанимали второкурсников. Еще специализации никакой нет. Он не знает, кем он хочет быть, там, хирургом или глазным. Да, его надо хватать, потому что потом ты его не схватишь уже. Его схватит от друга. Вот, после этого они договорились, что медицинские школы не будут выдавать аттестаты, не будут, и какие-либо документы, которые позволят их нанять и подтвердить их квалификацию, не будут выдавать до последнего года. Вот, в конце последнего года обучение эти документы дают. Это чем-то похоже на систему ЕГЭ. Это значит, что ты... Никаких ребят. Да, никаких ребят тоже нет. Вот, значит, нельзя доказать, что ты хороший кандидат до самого конца. Вот все получают эти аттестаты, начинают рассылать. Вот, начинается РНН. Теперь, следующая проблема. Ты обе стороны скоординировал на том, что нужно вот в этот момент времени начинать как-то общаться, как-то договариваться, но не дало им никаких средств. Начинается пробка, конжешн. У тебя есть много агентов со стороны предпочтения, много агентов со стороны спроса. А как они друг друга будут искать, непонятно. Потому что кто-то может, конечно, попасть во все места, если он очень хороший кандидат, и тогда у него проблем нет. Но он создает проблемы всем остальным. Пример. Тогда все посылал по телефону. Да, вот, настал час че. Вам приходит телефонный звонок. Вот, значит, мы из такого-то госпиталя, там, в того-то городе. Идете к нам? Я пока не знаю. Я еще жду других предложений. А другие предложения мне не звонят, потому что... Они уже заняты. Да, потому что либо уже заняты, ну, во-первых, да, занят телефон, да, либо они еще не получили ответа от какого-то другого кандидата. А другого кандидата они тоже не могут никак допроситься, потому что он ждет предложений, которые я сейчас отвергну. Я его отвергну, тогда он пойдет ему, ну, у него такие предпочтения. Да. Да, вот, и это ровно то, что у нас случилось. Это не фуговая порога, знаешь, как вот вставок фуговое движение. Вставок фуговое движение, да. Никто не может съехать, никто не может заехать. Ну, да, можно дать команду, едем за скоростью 5 км в час, все начинают ехать 5. Теперь подбираем еще 5, все едут 10. Еще 5, едут 15, постепенно разрезают до 2 сотых. Нет, нет, а тут идея такая, что те, кому надо съехать, да, ждут тех, кому надо заехать. А те, кому надо заехать, ждут тех, кому надо съехать. Да, может, это замок. И, как бы, дальше вот человек, которому надо бы вот сейчас ответить, да, вы должны угадывать. Да, да. То есть у него нету никаких разумных способов составить ожидания о том, что происходит, и какое решение правильное. Да, вот придет ли мне там следующий звонок через 5 минут. Охрен его знает. Успеют они позвонить до дедуайта, а хлеб его знает. Вот мы пришли к тому, что недостаточно, да, скоординировать всех во времени, сказать, вот, приемная кампания начинается с 1 августа до конца 11 августа, и дальше разбираетесь как хотите. Недостаточно, потому что рациональная стратегия для очень многих – это ждать до конца, смотреть, что вообще на рынке произошло там 10 августа, да, условно, и дать наилучший ответ, то есть принести свой аттестат, там, свое согласие, на лучшую программу из тех, куда ты можешь поступить. Но если так будет делать много, то ты до самого конца не знаешь, сможешь туда поступить или нет. Вот это причина коллапса в этом году. Мне достаточно их собрать, надо дать еще нормальные правила и процедуры, прямо обязать их, пользоваться этими процедурами, чтобы все это, чтобы весь этот рынок вот так вот разгрести, расчистить и объяснить. Да, вот ты начал, по-моему, комментарий, по-моему, есть, вот смотри, время идет до компании, а яснее ситуация не становится. Вот что бы нам хотелось, да, чтобы по мере того, как идет приемная кампания, чтобы становилось все более и более понятно, какой конкурс, какие вузы, где сколько свободных мест, где какой подходной балл, и чтобы те люди, у которых действительно сложный выбор, могли сделать его лучше. Просто в силу того, что информация остается больше. А если, если вот возникает такая проблемная ситуация с пробкой на рынке, то новая информация не появляется. Время идет, все ждут, ничего не происходит, никто ничего не понимает. Но для этого хотелось бы избежать. То есть надо каким-то образом заставить участников рынка участвовать так, чтобы, в общем, все было хорошо. И на практике первый описанный случай был еще до статегии Лошепли, это вот этот самый многострадальный медицинский рынок ординаторов. 50 лет они пытались что-то придумать, на 50-е у них получилось, на 50-й год. И они придумали... Система, которая работала в 50-е без изменения. Да, 50 лет она потом еще проработала. Это, на самом деле, алгоритм Гейла Шепли, где госпитали, на наши деньги, это, значит, образовательные программы. На наш язык. На наш язык, да, на наш язык. Денег мы их наших не дадим, у нас и так их не очень много в образовании. Да, использовался именно вот этот алгоритм отложенного принятия, где предлагают школы или госпитали, или образовательные программы. Алгоритм отложенного решения. Отложенного принятия. Отложенного принятия, в смысле, акцепанс. Скорее, 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 тут понятно, что терминология вся, она, к сожалению, заимствованная. Ну, так получилось. И, наверное, я вот, то, как я это понимаю, именно английский оригинал, это deferred acceptance, я бы на русский говорил, как отложенное принятие. Если мы говорим про ВУЗ, то, наверное, как бы отложенное принятие, но... Мы присутствуем... А, отложенное зачисление, да? Отложенное зачисление, может быть, да. Сейчас мы присутствуем при как раз и моменте создания терминов, которые не присутствуют. Ну, матфусь, привет, сейчас создадим термин, который будет дальше 100 лет в России жить. Во-первых, это рынки-сочетания, не менчинговый, ничего, рынки-сочетания. Не пара-сочетания, потому что здесь не пара. Да. Рынки-сочетания. Да, это алгоритм, значит, отложенного зачисления, ну, наверное, так и сделать, отложенное зачисление. Зачисление, ну, пускай. Отложенное зачисление, да. Пускай. Пускай. Хорошо. Теперь, что же это было за алгоритм, мы сказали уже, да? Там ровно как... Это снимается сейчас? Да, ровно как мы до этого говорили, каждый участник дает список своих предпочтений. Эти молодые ординаторы ранжируют госпиталь, госпитали ранжируют ординаторов. И потом запускаем вот этот алгоритм, уже на бумажках его там делали. Никакого большего участия обеих сторон не предполагается. Просто мы высчитываем, кто куда идет, говорим, и они счастливы. Почему счастливы? Потому что эта система дает им лучшую пару из тех, которые они вообще могли найти при условии того, что все остальные разошлись по своим парам. То есть мы получили устойчивость. И на этом, в принципе, и основано то, что мы хотим предложить для системы приемов ВУЗа в России. Да, но как я понял, не вполне так. Не вполне так. Можно перечислить для статуса. Проблема очень простая. То люди должны понимать, что происходит. И это как бы... Ну иначе они не к нам про лыжи, и у них все равно будут здесь что-то. Наш век доверие – это ключевая штука. Да, конечно. Она должна быть прозрачной, она должна быть проверяемой, что если как бы кого-то... Что-то вот не просто, да, мы там говорим, вот теоремы блокирующих пар нету. А это значит любой, любой, любой абитуриент Вася и любой там директор приемной компании любого ВУЗа могут проверить, что действительно нету блокирующих пар. И от тех абитуриентов, ну, со стороны ВУЗа, да, тех, которых оперативно все могут собрать, мы собрали лучших абитуриентов, всем остальным абитуриентам мы не нравимся. Может быть, даже нет блокирующих пар, но он хочет еще удостовериться, что все было сделано по-честному. Да, справедливо. Его никак не дискриминировали, что там кто-то не занес куда-то деньги, и поэтому не попало в лучшее место. В общем, да, все было сделано справедливо, честно, прозрачно. У всех были очень простые принципы участия. Это значит, что вы могли на бумаге все сделать справедливо, но просто кто-то знает, как участвовать, а кто-то не знает. Кто-то знает, как стратегически, как участвовать, как разрабатывать свою стратегию, чтобы хорошо участвовать, а кто-то просто не знает, и в этом смысле система опять несправедлива по отношению к нему. Вот, это тоже мы хотим учесть. И давайте перейдем уже к тому, что мы предлагаем прямо с места в какие-то. Да, прежний маленький анекдот по поводу последних твоих слов. На двери при приеме на Мехмат написано, абитуриенты с четными номерами в списке идут в дверь номер 115, а с нечетными в дверь номер 117. Заходит человек и спрашивает, у меня 113 номер, мне в какую дверь идти? Ответ вам и в какую. До свидания. Да, в этом смысле система не очень честная. Ты на спину. Если кратко, у киевшеба есть еще одна деталь, которая часто может скользать. А вот какой у вас лучше? Какая образовательная программа лучше? У нас есть там, типа, самая лучшая образовательная программа? Она одна на всех, или, может быть, как-то люди по-разному считают? А сколько у нас в России всего образовательных программ? Ну, ты, может, знаешь? Ну, образовательных программ или вузов? Вузов там, ну, тысяча плюс-минус, а образовательных программ, наверное, несколько тысяч. Тысяч пятьдесят, я бы сказал. Пятьдесят, да? То есть, каждому вузе 50. Ну, вот, вот, с каждого билета надо взять список на 50 тысяч номинований. Ну, да. Чтобы он их всех в порядке, в порядке, в порядке. Ну, отфигачить, да. Ну, ясно, что это никто не будет делать, да. Поэтому? Да, поэтому нужно обречить задачу участников. Значит, что мы хотим сделать? Вот, мы хотим, чтобы наш механизм, механизм, система был не черным ящиком, куда, каким-то алгоритмом, да, куда, значит, все загружают информацию, потому что тут получается, а был достаточно прозрачным, таким, ну, самообъясняющимся. Нам хочется, чтобы участвовать в нем было просто. И приятно. И приятно. В том числе, даже не добавлять лишнюю информацию, которая потом не потребуется. Вот отранжируйте все эти 50 тысяч программ, при том, что меня интересуют только три каких-то. Это очень странно. Зачем так делать? И при этом он обладает вот теми свойствами, что мы до этого говорили. Устойчивый, хорошие стимулы, не надо придумывать какие-то стратегии. И вот, что мы предлагаем. Смотрите, начинаем с первого дня. У нас будет одна волна приема, но это будет волна динамического приема. Динамическая волна, можно так сказать. И она будет длиться 20 дней. Цунами. Цунами приема. Да. Я тебе говорил, да? Что я скажу слово цунами? Нет. Как бы ты после меня. Как знаешь, когда операция «Уй», да? Вот это типа цунами, да? О, слушайте, назовите вот этот весь алгоритм, да, алгоритм цунами. И все. Русское цунами, русское цунами. Мы здесь вынуждены отчасти переходить, чтобы быть более понятными, вот с математического языка такого, значит, англофонского на язык. Это шутка. Мы не хотим никого утопить и ничего разрушить. Да. Язык реальной системы приема, потому что, ну, если у нас будут смотреть абитуриенты или какие-нибудь... Абитуриенты срочно смотреть это видео. Like, share, retweet. Чиновники, то они должны перемешать. У нас очень много инкурентов на канале. Очень. Так вот. Значит, основная часть продлится 20 дней. Я говорю об этом заранее. И посмотрим сначала на первый день. К первому дню мы должны прийти с... К первому дню закончены все вступительные испытания. Сданы все ЕГЭ, все знают свои оценки по ЕГЭ. Дополнительные какие-то, да, все? Да, все, все это, все это должно пройтись до начала вот этой самой именно компании по распределению. Если вам нужно сдать какие-то экзамены, вы должны были их уже сдать. Если вам нужно было привести какое-то портфолио куда-то, оно должно уже там лежать. И у людей, кто его будет оценивать, должно будет уже время на это посмотреть. На нашем формальном языке это значит, что вот каждая школа, то есть программа или ВУЗ, С, она может уже отранжировать всех, кто хочет в нее поедать. Как хочет, на самом деле, как хочет. Ну да, то есть каким-то своим способом. То есть для нас важно, чтобы был список, чтобы у него было поменьше личных. Ну да, и чтобы было, видимо, тоже, чтобы было прозрачно. Даже если вы исходите с каких-то внутренних дополнительных испытаний, они должны быть четко, понятно, какие именно вы считываете с этим. Я так понимаю, что здесь российский закон, в общем, неплох, вот как-то в этом месте. И что, в общем-то, почти всем все понятно. Ну, в принципе, да, я понял. Время-тремень он меняется в силу необходимости все-таки. Ну, сама идея, что вот все ранжируют по сумме по 3 или 4 ЕГЭ, это идея совершенно неправильная. Это уже начали понимать. Вот, и, наверное, да, постепенно будет уже... Но нам, на данном этапе, нам это не важно. То есть нам это важно, что есть список, да, и что его можно составить, и понятно, как его составить. Да, да, да. А что там, может быть, там надо считать среднегармоническое. А можно и число бы, да. Или что-нибудь в таком духе, ну, типа, почему нет? Ну, хорошо, есть, да. Что еще есть? В день 0 или минус 1 каждый школьник выбирает 20 программ, где 20 условное число. Мы потом поговорим, как он выбирает... Это отдельный разговор, чуть ниже. И тоже подает это в виде ранжированный список. Давай я здесь трясую. Да, понятно. Что важно, этот список не фиксирован. Не 50 тысяч, а 20. Да, 20 он потом может... И не тысяч. И не тысяч. Главное, что он не фиксирован, не надо к нему как бы коммититься. Он иногда... Слово коммититься не очень понятно будет. Не надо... Не нужно считать, что это раз и навсегда. Что это какое-то обязательство. Ну, смотри, это... Его потом можно будет... И когда вы будете рассылать приглашение... Пожалуйста, меня имейте в виду, не забудьте меня. Не забудьте, да. Потому что, грубо говоря, ситуация, где просто в силу объемов рынка, ситуация, где все вузы рассылают приглашение всем инвентуриентам, она очень-очень тяжелая. Просто, ну, просто большой объем и... Вот без какого-то предварительного отбора, заведомо, ну, неподходящих случаев, да, будет сложно. И вот это как раз такой начальный сигнал, типа, вот, 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 я рассматриваю такой вариант. Ну, хорошо, давай, вы свои. Вот я пока все абсолютно, предельно понятно. Конечно, каждый вуз сформулирует, как он принимает. Конечно, мы тут не учитываем, что, не имея в виду, что где-то там кто-то будет там пытаться сопротивляться, потому что потом заносить ему будут деньги. Это должна, система с этим должна бороться. Мы должны требовать с них прозрачных правил. Хорошо. Каких-то, не обязательно, вот, ЕГЭ, вот, ровно по сумме, но прозрачных. Потребовали. Вузы подчинились. Я, абитуриент, я взял, ну, наверное, 20, это предел, действительно, мне сложно представить, что кто-то хотел больше, чем на 20. Наверное, он может выбрать 20 разного уровня. Нужно еще подсказать, что это должно быть разного уровня. То есть, что если у тебя уровень там х, да, то ты берешь по своему разумению, завязаешь как бы на 10 выше этого уровня и на 10 ниже, потому что ты можешь ошибаться в своем уровне. Да, Леш, давай, мы рискуем сейчас растянуть то, что нужно сказать четко и коротко. Четко и быстро, да, четко и быстро. Давайте, каждый, каждый, все понятно. Дальше, я просто, что дальше произошло. Дальше произошло следующее. На следующий день в Христики лежит миллион заявлений, Бышки тоже того порядка, на Микмасе тоже. Ну, а как бы в некоторых узах, там, далеких городов… А, тогда-то не заявление. Лежит, ну, сейчас, секунду, позвольте мне… Не заявление, нет, в смысле, вот, присутствие. То есть, в таблице 50 тысяч на 20, ой, 500 тысяч у нас, да, Петриент? Да. 500 тысяч на 20, то есть вот эти 10 миллионов, да, мы заполняем эти все плюсы. И в некоторых, вот, в некоторых колонках из этих 500 тысяч, огромные, ой, извините, из 50 тысяч вот этих вот программ, на самом деле, 50 тысяч на 500 тысяч. Вот. И заполнили плюсы по 20 в каждом столбце, так вот в некоторых строках миллион, ну, не миллион, 100 тысяч заявлений, а в некоторых это нет, или их очень мало, как и с девушками. Смотри, про этот давай поговорим еще чуть ниже, потому что здесь много нюансов, открытых вопросов. Как именно вот этот школьник и как он выбирает эти 20, как мы ему помогаем, в какую сторону. Что делать, если на каких-то образовательных программах упомянули меньше там бюджетных мест, это тоже будет больным вопросом. А сейчас я хочу рассказать про процедуру, потому что пока мы ничего нового не придумали. Сейчас вот ровно так и происходит, вот это все происходит ровно дальше. А сейчас пошла новизна. Значит, теперь, пока тоже, извините, еще секунду, не новизны. Значит, если этот И включил в свой список вот эту программу С, теперь для всех таких школьников, которые упомянули программу С, программа С их и ранжирует. Ну, да, понятно. Как и сейчас, да. Вот, значит, она всех прощает. Ну, сейчас этот список поменьше. Теперь этот список зафиксировали, и он будет открытым, прозрачным. Теперь начинается самое главное. Итак, первый день. Каждая программа С, сколько у нее есть мест, ну, пускай у нее будет 100 мест. Да. Она отправляет своим верхним. Да. 100 абитуриентам в списке предложение. Предложение – это обязательство принять этого абитуриента, если тот ответит в согласии. Да, да. Со стороны абитуриента, если он ответит в согласии, это согласие не является пока обязательством. То есть, здесь мы понимаем, что абитуриенты, они существенно как-то более чувствительны к риску неопределенности, чем вузы. Да, конечно, все понятно. Потому что у вуза таких много, вот, кто-нибудь найдется. Вот, а абитуриент, как бы, ну, стресса нерва гораздо больше. Вуз – мужик, абитуриент – девушка в той схеме, как бы. Ну, и да, поэтому, поэтому мы исходим из того, что как раз со стороны вуза следуют обязательства, а со стороны абитуриента есть выигрыш. Да, очень хорошо. Это я полностью согласен. Вот, потому что иначе, иначе, как бы, ну, после того, что вся вот эта неопределенность, да, она ложится на плечи студента, а это не хорошо. Я понял, вот это, как раз, и плохо, то, что было плохо. Хорошо. Хорошо, он получил. Я, я, дядя Вася Пупкин, я получил сегодня предложение от Федора. Это Федор, по возрасту больше подходишь. Ну, у нас есть три варианта. Я, я вот этот школьник, и либо я что-то получил, либо я ничего не получил, либо я получил только одно предложение. Ну, либо много. Если я получил, да, либо много, если я получил ноль предложений, я сижу, жду предложение мне еще, еще могут, если я пришел, если я получил одно, я его автоматически принимаю, но принимаю именно в этом условном смысле. Потом, может быть, мне предложат. Отложенное согласие, ангажирую. Предполагается, предполагается, что все-таки вот здесь вот в этом списке неприемлемых программ не упомянута. Ну, да, то есть ты пишешь, ну, иначе он, наверное, идиот, да, иначе за него папа писал. Значит, ты пишешь это самое, ты пишешь вузу, сигнализируешь вузу, что имейте пока меня в виду. Вот так, да? Да. А теперь, если я получил несколько, что происходит? Как это будет выглядеть? Это ключевое, кучевое место. Как будет выглядеть это со стороны абитуриента? Вот он получил несколько, ну, пускай, три приглашения. Он может посмотреть, что это за приглашение, что за программа отправили, какие там условия обучения, может посмотреть, какие там общежития. Кстати, кстати говоря, да, то есть вот здесь в этом приглашении есть все важные детали. То есть начиная от образовательной программы, заканчивая стипендием общежитием и оплатой, если таковая предусмотрена. Да, понятно. И каждое предложение приходит с дедлайном. 48 часов. 48 часов. Да, первоначальные приходят одновременно, поэтому дедлайны у них одновременно. Теперь, по стечению этому времени, можно раньше, каждый школьник должен оставить только одну программу, только одно приглашение. И отказаться от остальных, и отказаться навсегда. Смотрите, как это делается. У меня есть одно приглашение, одно приглашение, которое не тухнет. Это вот мой текущий рабочий вариант. А все остальные тухнут. Вот, я одно себе предложение оставляю, вот, а от всех остальных я отказываюсь. Внутри программа проверяется, да, что никто не чистит. А как здесь можно чистить? Ну, два вуза отправить согласия. Нет, нет, здесь... Да, этого невозможно. Ну, просто... Все, а это технически невозможно. На втором тебе говорят, извините, вы ошиблись, вы уже отправили одну. Да, это как бы, по сути, это чем-то похоже, что отправить согласие, но это в другую сторону здесь работает. Это не то, что я кому-то отправляю согласие, это на самом деле, я вот этим ребятам отправляю отказ. Ну, понятно. И это то, самое, что у меня есть в точности. Девушка всем отправляет отказ, а одному будет по границу. Важно, важно, что вот, собственно, вот то решение, которое абитуриент принимает, потому что оно для кого-то будет тяжелым, вот, что вот эти предложения, да, я больше не рассматриваю. Да, все, понятно. И в этом смысле система жесткая. И это ключевое отличие от сегодняшнего дня. Сегодняшний день мягкая система, она не заставляет от тебя отказываться. Ну, как бы, до... Да, и вот это-то и порождает хаос. У тебя висит, висит это последнего, не знаешь, у тебя там, ты олимпиадник, у тебя любой возд твой, ты в последнюю секунду выбираешь в частях, остальные в последнюю секунду идут нафиг, и в эти остальные, вот эти вот замечательные второй уровень, стопатники, ну, не олимпиадники, не могут поступить. Идут в армию. Идут в армию вместо этого, да. Вот, кто-то на дурачка проник, да. И вот здесь, вот здесь как раз получается, что ты отказываешься, все, да. Ну, грубо говоря, нельзя вести себя под скоски. Да, да, не надо быть олимпиадником, который выбрал 20, и он забрал на стене, и за конца на них сидит. Если у тебя есть варианты, 2 дня хватит, чтобы их осуществить. Допустим, вот это была программа S, то есть ее кто-то отверг, в этом списке мы теперь видим. Да, и отвергли на сигнал, никто никогда, да, кто-то еще не отверг, то есть условно принял. Отвергли, например, 90 человек, и теперь следующим 90 отправляется автоматически сразу же вот эти отвергнутые предложения. Что важно, если какое-то предложение было отвергнуто раньше, чем в 48 часов, но оно уже сразу и отправляется. То есть мы на самом деле не ждем этого дня. Волна квадрата динамическая. В этом смысле нету, 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 нету. Вот у нас большая страна, временах часовых поясов. Я понимаю. Там много разного происходит, да. Там кому-то надо долго думать, кому-то не надо долго думать, кто-то уже решил. Вот, то есть здесь как бы удобно воспользоваться вот этим пространством. И мы как раз ровно это и делаем, да. Хорошо, идем дальше. Если ты раньше прибил предложение, то отказ пошел сразу, и приглашение следующего пошло сразу. Ну дальше я понял. Дальше этот процесс идет. Идет в течение какого-то времени двух недель, да, здесь процесс динамический. Подожди секунду, вот пришли новые предложения, они пришли с новыми дедлайнами, да, что есть в гейлищебре, что мы оставляем. Теперь я сравниваю то, что я до этого предварительно принял, и то, что я получил заново. Ну вот это то, что я получил заново, тоже пришло с этими дедлайнами. Они не обязательно пришли одновременно, поэтому они могли там начать тикать в разный момент времени. И теперь тоже я что-то отвергаю, но обязательно что-то я должен сохранить. И теперь, как в гейлищебре, я, мое оставшееся предложение становится лучше, лучше. Это понятно. Непонятно на этом этапе одно. Допустим, я парень из Даллюка-деревни, из там какого-нибудь, значит, Передирищенского, и вот я один раз в жизни пришел к компьютеру и подал свой список, делал, найдя его. Давай я, давай. Ну я не могу отслеживать каждую секунду, у меня нет реально долг. Я пытался. Как тогда будет работать программа, когда будет вопрос? Или, допустим, ты можешь, но у тебя какой-то замечательный провайдер, он тебя отключил. Ну не знаю, или просто меня задолбало, я подал программу, дайте мне сверху, вниз. Я не хочу участвовать во всей этой сатанинской. Ну не важно, при чем ухимации не могу или не хочу. Не важно, не могу или не хочу. А вот можно ли в этом участвовать вообще без компьютера? Вот, типа радикальный вопрос. Ну вообще без компьютера, я думаю, надо подать. Можно, можно. Ну поможешь. Очень просто, да. Вот просто ты посылаешь этот список по почте. Да. Ты говоришь, что вот эта вот окружировка, которую я здесь провожу, я же могу их распространить? Да, да, да. Она считается окончательной. То есть обычный гейлшеб для тебя доступен. Да. Ты можешь не париться. Ты можешь написать список, послать, в частности, олимпиадники спокойно пойдут в свой первый вуз. Ну, потому что... Ну, какие-то олимпиадники, все остальные олимпиадники пойдут в свой первый вуз. Все остальные, естественно, да. А кто, кто там поступал на этой самой олимпиаде по приему, которая... Не-не-не, ну, это другое. Это другое. Нет, я имею в виду, вот такие, которые гарантируются государством, ну, понятно. Ну, да, 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 если человек приходит со своими бюджетом, да, со своим местом, которое под него уже есть, то, конечно, конечно, да, ты можешь просто на... Такие-такие в первый день... Ну, да, но может быть, и те, кто просто подал и сказал, ну, меня как бы не волнует, там, вот я подал и все. Куда попаду, туда я попаду. Можно я выйду из этой всей нервотрепки, я пойду в поход просто на байдак, в конце концов, да? Да, да. Я подал, пошел в поход, я прикрою через 2 недели, мне говорят, первые 6 способов тебя не взяли, тебя взял седьмой. Ну, зашибись. Вот, все, да. И все, Сашатан, знаешь, в чем проблема? Седьмой варь взятие бюджета, восьмой без бюджета, то есть надо уточнить, в каких условиях... Смотрите, вот, вот вопрос. Это, там, вопрос, он для многих, витюляция, он будет очень болезнен. Да и вопрос, как я его себе представляю, звучит так. Хороший вуз, но сплатно? Да. Или не столь хороший вуз, но бесплатно? Конечно. Потому что все остальные случаи, они решаются регулярно. Ну, нет, еще близко от дома и далеко от дома. То есть есть, смотри... Нет, потому что вот этот бюджет, вот вопрос, вопрос. То есть, или у тебя место, которое тебе нравится больше, но за деньги, или место, которое нравится меньше, но бесплатно. Там, почему оно нравится больше, меньше, там география... Хорошо, допустим, ты прав, да, ты прав, да. Вот, неважно. И как мы это себе представляем на данный момент? Что вот в этом предложении, вот просто вот, которое я получаю, да? Да. На каждой, или на каждой образовательной программе, которая здесь оказывает, стоит цена. И вот нету, смотрите, нету такого, что вот сначала идут бесплатные места, а потом платные, как сейчас сделано. Потому что, что же может получиться, да? Кто-то делает выбор в пользу платного места. Ну, конечно. Бесплатное место, которое оно раньше занимало, освобождается, а их уже, распределить, его уже пространства нету. Вот, и поэтому, поэтому все идут в одном флаконе, и просто на предложении, вот на каждом предложении, которое я рассматриваю, указываются все условия, все релефакты условий, включая цену. Смотрите. А если он не смог указать? Можно, можно, есть теория, есть практика. Практика, практика никто не будет. Мы не знаем, насколько быстро вот это реализуемо. Что мы знаем из науки, как эти рынки эволюционируют, мы знаем, что если ты достаточно много программ туда привлек, все бюджетные, например, да, все бюджетные места там распределяешь, то понемногу все остальные подтянутся, потому что это лучший способ получать вообще абитуриентов, другого не существует. Нет, нет, но это все понятно, с точки зрения вуза понятно, с точки зрения абитуриентов. Просто, когда Костя говорит, что на самом деле в этот список надо включить и платные, и бесплатные, мы пока не знаем, реализуемо ли это в рамках законодательства. Имеются в виду платные программы в государственных вузах, в том числе. То есть имеются в виду не только как бы частные платные вузы, имеются в виду, что платные места во всех вузах. Понятно, понятно, вопрос в другом. Вопрос в том, что ты на момент подачи можешь не понимать, сколько у тебя ресурсов и как ты вообще аранжируешь эти ресурсы. Но за эти 20... Почему это сделаешь, когда у тебя есть... Нет, если ты сидишь онлайн, то тогда вообще все нормально. То есть у тебя есть двое суток, чтобы там позволить... Нет, если ты подал список в поход, то вот здесь придется объяснить таким, что уж если так, то пропишите более подробно. Да, 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 конечно. Ну, к примеру, не рассматриваем платных вообще. Мы поэтому, когда мы говорим, что является строкой в этом списке, мы говорим, что это программа с конкретными условиями. И мы предполагаем, что на самом деле вариантов на каждой программе не так много. Да, там платные, бесплатные, платные со скидкой, например. Вот, и когда я здесь пишу что-либо, да, у меня каждая строчка, да, это конкретные условия, это конкретные программы. Больше, значит, их не 50 тысяч, а типа 150 тысяч, да, программа платная, программа со скидкой и программа бесплатная. И я могу даже в свой список лечить там все три, например, я прямо хочу точно на физтех, да, хочу на физтех со скидкой, хочу на физтех бесплатно. А уже с четвертого номера начинаются другие выпуски. Да, а там десятым номером физтех платно. Ой, ну в смысле я, наоборот, первый бесплатно, второй со скидкой, третий фисттех платно. Не, не, смотри. Не обязательно потребляю. Да, у тебя вот первый там физтех бесплатно, потом, значит, там, ВМК, потом вышка, потом физтех со скидкой, потом бауманка, потом бауманка. Потом выхо со скидкой, потом, да, что-то, и потом наконец физтех полностью платно. Ну да, вот, вот это круто. Это очень круто. А сейчас это не происходит, да? Да, сейчас проводят не платно. Да, проводят. Вот, а вот с летик вместе. это будет хорошей идеей мы не будем гарантировать что это возможно сейчас делать но что мы знаем чтобы немного так будет сама эволюция к этому к этому приведет так потому что вот когда мы начинали еще обсуждать вот эту историю про еще одинок свадеб что такое одна строка в этом списке пока все понятно что на 20 день происходит понятно принципе понятно что можно объяснить школьникам не такие уж они у нас и глупые наоборот они у нас очень умные на самом деле можно объяснить принципы составления списка это тут все ясно можно предложить вариант чисто поход пойти и подать один раз можно предложить можно мотивировать весь механизм тебя очевидно мотивирует быстро отвечать потому что ответил быстро ответ зачислился где-то где-то кто-то высвобождается и отправляет наоборот тебе новое предложение то здесь понятно что все взаимосвязано школьники будут наверное стараться отвечать на вопросы хотя некоторые будут все равно висеть значит это все понятно абсолютно непонятно одно сходимость вот я обауманка вот смотри представь себе что я не там не мухадранский там бытовой техникум и не я вам я посередине да то есть я принципе узкий плохой ко мне много идет но на второе третье место стоят все вот график что тогда происходит по реальным данным по реальным данным вот при этих условных пока 20 в списке при том что полный список а как вы случайно раскидывали или нет здесь нужно понимать специфику нашу у нас есть 10 сверхвузов еще 50 неплохих и дальше просто помойка можно сказать что это что сказать как на секретно полученных именно аккуратно подобранных но только совсем другое дело настоящий данных да и вот этих условных 20 в списке с 20 дней два дня на принятие решения что за за 20 дней вот действительно график это количество распределенных мест нет конечно не распределенных мест здесь остается 5 или 10 процентов понятно на двадцатый день понятно наверное самое интересное происходит в таких узорах которые высвобождаются после некоторых операций только начинают играть я думаю что это скорее слабо то есть действительно топовый заполняется за один два дня я думаю заполнится там не за а дальше есть такие может быть они никогда не заполнится откуда берется хвост это это он из 100 своих мест уже 99 запомнил осталось одно поэтому он участвует медленно достаточно предлагает да 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 я предлагаю это медленно происходит опять же если вы если там будут платные места то скорее всего хвосту останется платное место полно вот ну и дальше нужно просто придумать какой-то алгоритм от течения рынка на самом деле алгоритм от течения рынка может быть ровно один вот и это просто статические девушки на оставшиеся если ты не хочешь создать там этих самых много блокирующих парк ну понятно на самом деле если ты не хочешь чтобы он специально ждал чтобы оказаться вот здесь вот да чтобы там половить рыбу в воде да 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 ты должен продолжать ровно так же как ты действовал вот другое дело что тут уже как бы кто у нас остался в пассе смотри те у кого весь список закончился уже и надо предлагать что-то новое те кто не нашел до конца своего списка какие то еще можно свободные места остались в этих местах вот и какие то еще в общем там нужно что-то сделать сделать заново типа смотрите программы вот как я остались клиенты смотрите где остались программы пускай даже 100 соответствующих вашим предпочтениям рекомендуем быстренько отранжируйте их за день да и по-английски бы это звал скреп маркет вот а именно вот такой как начнут как у нас есть расчетов и для окончательных если это 10 процентов абитуриентов то в любом случае ну как бы вот такого тотального кошмара как в этом году явно не будет а там вообще не там личинка у кошмара никакого кошмара потому что примерно одинаковым вузом у народа есть возможность обновить свои предпочтения в последний раз да да у них возможность просмотреть что осталось да чтобы как бы возможно уточнить потому что в этот момент уже можно уточнить списки потому что иначе мы рискуем получить пустые бюджетные программы вот что как бы я так понимаю что для администраторов вузов на поддержку которых мы тоже очень рассчитываю спасибо что смотрите мы работаем для вас вот но я думаю что 90 процентов всех интеллектуально настроенных людей россии и русскоязычное население оставшимся 10 процентов подпишутся сюда извините за это здесь здесь просто происходит вот финальная финальная расчистка чтобы исправить какие-то какие-то ну да исправить исправить ошибки которые люди сделали потому что понятное дело что у вас это полбиллионных клиентов да вот кто-нибудь точно забудет что ведь важное кто нибудь точно не туда нажмет хоть там 10 подтверждений ставь кто-то кто-то в последний момент что-то узнает там у кого-то в последний момент там скажем деньги обломаются на оплатное обучение да вот то есть такое такое может быть и вот это шанс шанс как бы исправить даже никто никогда не набирает все равно какие-то остаются что-то там недовосредственно что нельзя вычистить все вот это не бывает как это ясно что теоремы теоремы неподвижных точках спрос в точности равных предложений господа нам важно обсудить два момента первый момент это понимаем ли мы почему динамически лучше статического я могу как бы новая тема с хвостом с хвостом понятно как закрыли да да здесь как бы происходит алгоритм который если если звезды сошлись даже не так скажу что мы ожидаем что вот эта штука будет гораздо более балансная чем современная система в плане заполнения бюджетных мест то есть здесь люди будут узнавать о том что где-то там есть недобор где-то есть пустые бесплатные места и можно идти прицельно туда ну да то есть система система исправляет эти косяки все а теперь теперь вернулись зачем зачем вот это вот почему мы не могли бы собрать с них списки и запустить гейлшопли там где предлагают школьники по своим спискам или где предлагают школы по своим спискам огромный объем ну и потом мы же не можем действительно не можем ранжировать а или вот эти двадцатники запустить ключевое здесь то что школьникам проще принимать решение им каждый момент надо не все меню свое ранжировать они по последнему могут даже вот они как-то набросали и пока не разобрались как они потом какие у них на самом деле предпочтения и теперь каждый раз они будут сравнивать по две программы по три программы это гораздо проще и вот а второе очень важно чтобы они не придумывали какие-то странные стратегии типа если я сейчас мне пришел какой-то хорошее предложение какой-то не очень хороший а что если я сейчас хорошее отклоню может быть мне от этого будет лучше да может как-то стратегически так вот на самом деле эксперименты показывают что здесь школьники участвуют честнее они здесь ну честнее в том смысле что они участвуют соответственно своими реальными предпочтениями а в статическом когда они дают список эксперимент пока на не на живых школьниках мы живем на живых на живых на живых на живых на науку уже сделал не мы проводили но на руки уже есть наверное надо пояснить со времен со времен гейла шепли много воды утекло и это одна из наиболее бурно развивающихся темы экономической науки каждый год выходят сотни хороших статей вот ну да и чего только люди не делают я рассматриваю такие частные случаи сякие частые случаи такие системы там франция или германия то есть вот кто там где где что прошло то что скажем и это совершенно огромный совершенно удивительный массив литературы призываем всех его читать вот как эмпирический факт динамический гейл шепли где предлагают школы более правдивый и более стабильный приводит к стабильным входом чаще чем статические там где предлагают школьники что в общем нонсенс это да это донсенс теоретически но реальные реальные люди они ошибаются и вот смотрите тут же надо понимать еще такой момент что некоторые некоторые инстинкты некоторые шаблоны в голове их не пробьешь человеку не говори вот люди люди привыкли к системе кто первый стал того этапки то есть какой же мне надо сразу угадать этот вуз который меня возьмут ты там говори говори не говори про должное принятие но кто-то кто-то точно решит что вот вот туда куда у тебя максимальные шансы пройти его написать первым и так и поступит и это создает создает проблемы с тем что вот этот список можно быть и не очень хорошо упорядочен да да я понял я понял снимает проблему и динамика и здесь а здесь у тебя 1 ты не можешь не понимать на самом деле динамические динамические лучшие вот не только потому что решение участвовать проще решение проще понимать а еще потому что он дает вся практика взаимодействия им нужно с механизмом, они действительно выучивают вот как надо делать если ты получил предложение, которое тебе очень нравится и ты хотел бы все закончить с этим ничего больше не ждать у тебя есть такая возможность, ты говоришь принять навсегда все, принимаю навсегда тебя вычеркивают сразу изо всех списков и зачисляют на эту программу даже если не закончилось 20 дней как у девушки была опция, что пришел самый лучший и все, говорит, ну и слушай, что тогда? хватит, да? пошли, жениться, что ждать-то этих придурков да, главное, что ты не список это просто твоя возможность ты буквально на первое предложение можешь тогда уже все, ты выходишь из системы и это сильно упростит все да, да, и вот это мы в симуляциях мы вот такие вещи не учитывали поэтому и пошел по сходимости но это уже нужно, главное теперь технически чтобы это все сработало да, второе, что тебе может помочь вот это сделать есть какие-то программы очень хорошие да, тебе пока не присылают предложения, ты можешь зайти и посмотреть весь список ты смотришь, где ты в этом списке находишься ты там тысячный ты видишь, что в прошлом году сошлось примерно на двухсотом ты понимаешь, что у тебя шансов нет в этом году ну и принимаешь то, что у тебя есть навсегда то есть информации очень много очень прозрачная ты видишь, кто принял, кто отказал ты видишь, куда они еще подавали чем больше информации, тем лучше да, и собственно в рамках прозрачности мы считаем, что вся эта информация должна быть проверяемой то есть и абитуриенты, и администраторы высших учебных заведений должны иметь возможность убедиться что как бы это не какое-то шаманство а вот что вся эта система ее можно было бы и на бумаге сделать ну конечно было при желании в наш век, конечно столько бумаги лес жалко лес жалко вот ну в принципе да, конечно здесь нет ничего такого но никакой магии здесь не происходит никакого там ничего случайного здесь тоже нет давайте теперь про второй момент да, момент я хотел спросить вот я подал 20 ну блин, я самонадеянный идиот да, на самом деле они все мне недоступны или наоборот, я подал 20 и видно, что меня все 20 мгновенно берут и я совсем мог подать и более верно в первый раунд ты получаешь просто 20 приглашений хорошо, если ты подал 20 медианное, ну не медианное там, модальное количество, которое сейчас подают единицы программы да, выбрать одну программу ну это что за люди? это значит, что я достаточно хороший абитуриент я в свой местный городской вуз прохожу точно а, и дело с концом да, ну ладно а что там, поехать в этот самый какой-то областной центр или поехать в какой-нибудь там местный миллионник или поехать в Москву, в Петербург да с этой системой вообще не разберешься я никогда даже рисковать не буду даже думать об этом не буду а кто ты знаешь, что так будет происходить? ты уверен, да? ну нет, я знаю, как сейчас происходит я объясняю мотивы абитуриентов которые могли бы подаваться и поступать но не подают отчасти это их проблема отчасти это проблема системы потому что она не дает нормальные возможности использовать эти шансы да, понятно короче, вот реалистичный сценарий это когда ты подал не 20 а очень малый например, один и этот один ну это значит, что у тебя ну в общем выбора немного этот один может быть в редких случаях слишком амбициозным значит, что тебя ну вот этот один не возьмет или там несколько или даже 20 слишком амбициозных ну это редкость ну да, все двои слишком то есть ты себя ценишь выше, чем на самом деле такая самоуверенность грубо говоря понятное дело, что могут быть ошибки составляя этого списка ну в общем, короче говоря бывают ошибки двух видов недооценка своих способностей и переоценка своих способностей Вот как в каждом случае... Кстати, на самом деле, Леш, трех видов. Еще третий вариант. Это не знание. Что просто существует какая-то программа, которая из общих соображений мне отлично подходит. Как бы... Ну, с третьим ничего не сделаешь. Ну, сиди, разбирайся. Сделаешь? Да, ну вот смотрите, что... Что можно... Как можно... Отмечу, что еще важно. Кроме того, что... Ты не включил какие-то программы, которые тебе, в общем, подходили, ты о них не знал. Да, это плохо для тебя. Но потом это еще плохо для всех остальных. Потому что если ты не включил какую-то программу, ты о ней не знал, она достаточно хорошая, ты, значит, скорее опирался на какой-то объективный рейтинг. Скорее так делали многие. И скорее поэтому у вас оказалось в механизме одинаковое предпочтение. Ну, просто одинаковые списки, и вы следуете рейтингу. Короче, вы устраиваете конкуренцию там, где это необязательно. И вредите друг другу. В общем, мы не только самому школьнику делаем лучше, если он сможет найти вот эти какие-то... Неочевидные варианты. Дополнительные программы, неочевидные. Но и всем остальным тоже делаем лучше. Да, в общем, как это можно сделать? Это можно на этом еще минус первом этапе сделать при помощи рекомендаций. Школьник нам дал список, но пускай 20. Про этого школьника знаем довольно много уже. Мы знаем результаты, мы знаем вот эту ранжировку по-хорошему. Мы знаем его предпочтения. Мы видим, что, например, он целится в физмат. Просто потому, что он уже выбрал. Мы знаем действительно его экзамены. Мы знаем по всем остальным спискам. Мы можем прогнать статически Гейл Шепли. Примерно в минус первый день. Да, и примерно представить, где это все закончится. Мы можем тогда этому школьнику уже спрогнозировать. Шанс того, что ты не попадешь никуда, вот он такой. Шанс того, что ты попадешь туда, вот он такой. И на основании этого прогноза порекомендовать ему. Слушай, ты можешь на самом деле попасть во что-то лучшее. Или, слушай, ты... Ты извини, да. Останешься без... Остаешься без мест. И вот лучше добавь еще. Мы можем даже буквально навязать ему. Слушай, это 22 программ. Мы 2 добавим. Тебе хуже не будет. В общем, если что, ты от них откажешься. Вот это, кстати, тоже большая-большая дискуссия. Что, по идее, система гибкая. И у нас нет окончательного понимания, в какой момент и насколько мы можем исправлять идиотизм, ошибки с составлением этого списка начального. Да. Вот. Грубо говоря. Вот, 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 как бы, как работает, например, современный поиск. Да, вот вы что-то в Яндексе или в Гугле или там в Бинке ищите. Да, вам выдаются, собственно, результаты поиска и выдается контекстная реклама. Да, и понятное дело, что если какая-то компания, например, входит на рынок, да, она может пытаться продвинуться в поиске выше, чтобы, в ответ, нам купить сапоги. Как бы, информация о моих сапогах появлялась выше в обычном поиске. А я могу покупать рекламу. Вот. И, например, возможно ли в этой системе что-то типа контекстной рекламы, когда вузы как бы напоминают о себе абитуриентов, которых о них не думали? Или это неприемлемо? Вот смотри, на начальном этапе это очень невозможно, когда вот сформирован список и тут мы им даем какие-то рекомендации. Теоретически было бы возможно даже в процессе. То есть, это программа. Обратите внимание на это и это. Ее в списке нет, но вдруг она присылает предложение. Хорошо то, что лучше можно учесть все эти ошибки при составлении списков. Плохо то, что мы теряем прозрачность, потому что раньше у программы были зафиксированные списки. Ну да. А теперь тут внезапно стали появляться какие-то новые люди. Нет, это не очень понятно. Нет, ну это могло бы быть так. В общем, может быть, когда мы до этого дойдем, может быть, нет. Но да, пока останавливаемся на том, что рекомендовать в самом начале. Алеш, не понимаю, вот невозможно было бы так. Понятное дело, что вот эти 20 программ в начале по сравнению с классическим ЕМ Шеплет это костыли. Да, это сделано для того, чтобы как-то заострить внимание людей, повысить скорость сходимости. Нет, а что это костыли? Нет, ничего страшного. Нет, смотри, смотри. Я, кстати, когда говорил про 10 вузов топовых, 50 и так далее, я имел в виду именно вузы. Программ топовых, я думаю, что где-то 50 вузов, программ более-менее несколько сотен, а вот все остальные не стоят. Нет, ты знаешь только 20, но просто на 10-й день уже столько информации, ты увидел какие-то другие программы, увидел, куда твои друзья пошли. Вдруг оказалась одна программа, которую ты не включил, но должен был бы, и она тоже тебя хочет. Может ли она тебе представить предложение? Мы говорим, что нет. Откуда она их возьмет? Да, мы говорим, что нет. То есть нельзя вот в эти списки изначально созданных... Можно было бы захоккевить, так что программы все-таки оставляют 10 бюджетных мест на дурачка тем, кто на них не подал, да, например, из 90. Ну вот-вот-вот, тут как бы, как это правильно сделать, мы не знаем. Ситуация очень простая. Вот если вам нужна модельная проблема, ситуация, идет десятый день кампании, да, и я, поговорив там с друзьями, посмотрев, куда идут мои друзья, внезапно нахожу для себя приемлемый вариант, которого нет в моем начальном списке. Ну да. И на этот вариант уже рассылают приглашение людям с баллами ниже моих. Если бы это было этим летом или там прошлым летом, я ноги в руки, забираю документы, ногами иду документы. Сейчас нет в списке, иди к черту. Подожди, раньше ты сначала подавишь в списке, а потом ты уже носишь согласие. Вот так. Ну да, хорошо. Да, то есть мы не ухудшаем то, что было, ну не надо заблуждаться, мы только улучшаем. Нет, подожди, ну а если все-таки сделать, что через 10 дней из 20, просто можно подать, уточнить, уточненный список 20. Ну вот это, вот пока это предмет для дискуссии. Две волны по сути, два цунами, первый цунами и второй цунами. Ну вот, вот, вот. Смотри, у тебя второй цунами может полностью пересмотреть итоги первого, а в чем смысл тогда этого первого? В начале... Нет, нет, не можешь пересмотреть, потому что обязательства уже разосланы. Нет, обязательства уже разосланы, все. А дальше просто чуть-чуть уточнение. У тебя какие-то программы заполнились уже в самом начале. Да, ну все. Нет, ну значит они уже во втором цунами не участвуют. Ну это значит, что ты устраиваешь цунами для каких-то программ, которые, ну там, счастливы или несчастливы, были, не заполнены. Ну они не успели заполниться, а тут оказалось, что более сильные могут идти. Нет, мы хотели решить систематическую проблему, ошибки в списках. А теперь оказывается, слушайте, ну мы какие-то списки можем улучшить, а какие-то уже не можем. А почему вы какие-то можете, а какие-то не можете? Наверное, правильное действие выглядит, то есть вот как такой рабочий вариант, который мы сейчас рассматриваем, это мощность системы рекомендаций в начале. Что мы? Мощность системы рекомендаций в начале. Да. Вот, и это как бы зачистка хвоста. Распределение хвоста можно устроить как... Да, тогда вы хотите просто понять, что лучше впарить как бы начальникам, да, как лучше? Или что лучше для страны? Вот тут два вопроса, да? Ну у меня сомнений нет, и для начальников, и для страны лучше прозрачность. Мы хотим, чтобы все друг другу доверяли. Тогда второй волны не надо. Тогда лучше все. Да, но рекомендательная система никак не противоречит. Может быть потом в конце отдельный вот этот Гейн Шепли снова вот там в конце он все и зачистит. Вот когда у нас будет уже какая-то практика, мы можем даже представить, что 20, называешь ты, 20, мы тебе рекомендуем или прямо включаем в твой список. То есть и при 40 это будет сходиться. Да, на самом деле не важно. Нам важно, что как бы добавляю сюда что-то еще, да, чтобы мы не нарушали права человека, ну в том смысле, что мы его… С фиксированной хартией. Да, с фиксированной хартией, что, ну, что если мы что-то добавляем, мы добавляем это, конечно, в конец. То есть если, скажем, человек, человек вылетел, да, то самое худшее, что с ним, ну он там почему-то не участвовал в системе, самое худшее, что с ним может произойти, это то, что по итогам вот ты, ты типа пошел эту самую, пошел в поход свой, вот. И так получилось, что тебя из всех 20 вариантов тебя послали. И ты приходишь, а у тебя там есть какой-то 21 вариант, который ты не упоминал, но тебя там взяли. Ну да. И тебе говорят, что вот этот, друг, извини, это не для тебя. Да, ну вот. Но есть такой вариант. Но ты всегда можешь, вот тут же выход, выход свободный, да, то есть можно же уже после всего этого… Выход свободный, надеваешь кирзачи и в армию, все нормально. Нет, ну, не обязательно в армию. Если есть, ты больной там. Ну да, не-не, ну понятно, что выход есть. Что можно сказать о новизне этой системы и о том, насколько она передовая? Значит, мне известно только две близких системы, это в Германии и Франции. Обе они очень свежие. Во Франции работает чуть лучше, потому что они обкатывали и меняли вот от года к году. В Германии, если зайдете, посмотрите на скриншот, в общем, это выглядит отвратительно. Немецкий дизайн, самый неудачный дизайн. В общем, там непонятно, там очень много статического. Ты в какой-то момент времени же не можешь пересматривать эти списки. Вот, что… И все. Все остальные системы объективно хуже. И ни в одной из этих систем нет вот этой рекомендации. А это очень важно. Вот этот эффект того, что ты недостаточно амбициозен, да, ну, не эффект, а, в общем, это… Да, да, да. Это систематически наблюдается во всех странах при всех механизмах. Это очень хорошо проверяется. Например, там, в Китае в 2000 году есть исследование. Половина из их 6 миллионов, то есть 3 миллиона абитуриентов пошли в вузы более плохие, чем те, которые они могли себе позволить. И эта половина, в основном, это люди из провинции, то есть с каким-то непривилегированным бэкграундом и женщины. Если вас беспокоят вообще какие-то меры неравенства… Да. То есть мужчины более амбициозные, да, мы это знаем, более самоуверенные, и поэтому у них это меньше проявляется. Если вас беспокоят неравенства, если вы хотите, чтобы люди получали свой честный шанс в жизни, в этой лотерее, а это очень важное решение, может быть, одно из самых важных, которое ему предстоит принять, то не надо отмахиваться, надо как-то задуматься, как помочь, направить, дать возможность человеку принять решение при формировании этой списка, ну, как можно лучше. Вот. И эта система рекомендаций, это прям серьезный буст, да, серьезное улучшение по сравнению с тем, что сейчас есть в мире. Вот. Это ключевое новшество. Ну, там, что теперь у нас происходит? Есть, смотри, есть еще один комментарий, вот в продолжении этого. Есть еще один неочевидный эффект, который вот здесь появляется с системами рекомендаций и с вот этими большими, с длинными списками, потенциально длинными списками, это горизонтальная конкуренция вузов. То есть, понятно, что сейчас, вот, например, у человека какой выбор? Да, у него есть там плохой местный вуз или хороший. Нет, плохой местный вуз или хороший местный вуз, да. Дальше. Это у кого-то кого-то? Сейчас, 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 дослушай, дослушай. Дальше, следующий идем, да, хороший местный вуз или плохой вуз в областном центре. Да, дальше следующий идем, да, там, плохой вуз в областном центре или там хороший вуз в областном центре. Собственно, я рассматриваю, как бы каждую пару, типа проходишь, не проходишь. И вот у тебя есть, собственно, потом от областного центра к местному городу-миллионнику, от города к миллионнику к Петербургу или в Москве, потом еще топовый вуз в Петербурге и Москве. То есть с вертикальной мобильностью все в порядке. То есть у людей эта цепочка в голове есть, и каждый, если смотреть на страну, как такой огромный граф, по этой цепочке вверх-вниз мы ходить умеем. И люди на это ориентируются. Но при этом, грубо говоря, у графа же, вот если я рисую, грубо говоря, вот это вот Москва, да. Должен вот с этой стороны, наверное, зайти. Вот. Вот у нас есть разные... Разные ветки вузов, и можно думать про это как про географию, да. Вот это вот столица, вот это вот как бы крупные-крупные города с хорошими вузами, вот это вот крупные города с не очень хорошими вузами, это вот что-то еще. И вот человек-человек довольно хорошо себе представляет вот эту вот свою ветку. И свою-свою, как бы свою-свою градацию, да. То есть вот на сколько у него баллов хватает, на какой вот этих цепочках у него хватает баллов. Ну да. При этом... Никакая, да, естественно, совершенно не знает ничего. Вот такой горизонтальной конкуренции нет. Да, понятно, не малейше, да, я понял. И это создает потенциал, вот опять же, это привлекаем внимание всех ректоров региональных вузов. Если вы насмотрите, вот смотрите, это потенциал выиграть в конкурентной борьбе. Как конкурировать с Москвой, да? Как сделать так, чтобы вот привлечь хороших людей именно в ваш вуз? Ну, выйти из рамки этой вертикальной конкуренции в горизонтальную. Можно сказать, почему это не работает сейчас. Это как бы системная рекомендация, это может помочь. Я, честно, цинично скажу, почему это не работает сейчас. Потому что большинство, не все, но большинство векторов вот таких вот вузов там регионального плана, они как бы временщики, им совершенно не важно вообще, какие у них студенты учатся. Просто вообще не важно. Они там занимаются отсиживанием номера. Слушай, ну а как начать того, чтобы сказать... Вот это так, если правда, да? Если правда, правда, маска. Если, ну, Леш, давай так... Может быть, мы можем надеяться на то, что мы живем для какой-то там ситуации, в которой вообще пойдут широкомасштабные образовательные реформы, да? Ну, как это... Антиреформы. Антиреформы. Ты стараешься ради этого, да? Да, ради этого мы делаем все, что-то. Слушай, а как насчет того, что, может быть, они пытались или кто-то из них пытался? Нет, ну, например, да, несомненно, один наш знакомый ректор безусловно очень хотел бы этой... То есть один знакомый ректор провинциального вуза, очень хорошего провинциального вуза, где я работаю, да, он, безусловно, хотел бы получить... Это физтеха? Знаешь, как там ваш городок называется это, да? Москва. Знаешь, эту историю? Давай другую историю реальную расскажу. Ну, ладно, короче, я хочу сказать, что, да, безусловно, там, Адыгейский госуниверситет чрезвычайно заинтересован в том, чтобы собрать вот всех с горизонтального слоя, и я это говорю как человек, который наиболее близко лицо к ректору Адыгейского госуниверситета, да. И, конечно, некоторые ректора тоже будут заинтересованы, так что продолжай. Смотри, тезис, тезис кое-что в том, что нынешняя система не дает им стимулов. Когда ты говоришь, что им все равно, кто у них учится, это может... Может быть, так и правда все равно, потому что никогда не сделаешь. Да, потому что они пробовали, и ничего не получается. Никто не едет, да, я кого не звал из Сибири ехать в Майкоп, хоть в Майкопе теплее, хоть это самое, ну не едет же никто, да? Да, а почему не едет? Да потому что у тебя на самом деле в системе приема есть только один шанс, да, один выстрел, куда отнести свое согласие. Ты будешь рисковать, включая туда Майкоп, или добавив еще один московский, или добавив еще один сибирский. Здесь у тебя все эти шансы сработают. Система гораздо более серьезная. Да, и как Костя говорил вначале, мы строим другой мост, мы меняем вообще много. Мы строим другой механизм, мы меняем конкуренцию между вузами, мы меняем конкуренцию между абитуриентами, у нас могут появиться другие олимпиады или пропасть. Это потенциал для развития региональных вузов. Несомненно, это чистая правда, да. Вот, понятно, 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 ну то есть конкуренция, она будет приводить к улучшению качества. Так, ну и какие следующие планы действий? Вот сейчас мы это огласили, там, я думаю, что половина ректоров вузов России, по крайней мере, технических направлений, это увидит, этот ролик. Вот что сейчас мы делаем? Ну, как бы сейчас мы для них, готовьтесь, если примут, а вот кто должен это будет принять? То есть кому сейчас нужно это нести? Провисите, смотрят, я думаю, что канал там очень много, но вот кому нужно, к кому мы сейчас обращаемся лично? Вот кто должен это принять? Ты знаешь, какие-то разговоры уже ведут, какие-то люди в недрах или даже там на вершине разных правительственных иерархий уже это увидели, услышали, поняли и даже вот такивали головами. То есть окончательно это будет принимать какой совет, то есть куда нужно это нести? Ну вы понимаете, куда, да? А теперь, мне кажется... Или вы хотите, чтобы я это куда-то понял? Скажите, правильно. Ну, Леш, я думаю, что... Или моя роль стоит в том, чтобы сейчас вот просто это... Как бы... Мы хотим, чтобы было, формировалось какое-то ожидание, понимание того, что вот это работает хорошо, мы понимаем, как это работает, чтобы со всех сторон, ну, как, знаешь, хорошая реформа, это не просто та, которая несет добро, а еще все думают, что она несет добро, конечно, конечно, насильно мил не будешь, это мы знаем. Вот, и здесь мы просто объясняем, что можно по-другому. Здесь мы хотим, чтобы вот люди, люди не думали, что это какая-то там, что-то там непонятная ерунда, которую какие-то математики там где-то придумали. Да. Вот, это все можно нормально объяснить, это все можно нормально реализовать, это не требует что-то невозможного в плане инфраструктуры. И в плане инфраструктуры. Элементарно в данных мощностях. И эта штука, она достаточно гибкая, чтобы учитывать интересы разных групп. Что еще можно сказать? Я приехал после PhD в Россию пять лет назад, да, пять лет назад я работал. Пять лет назад я и коллеги могли бы придумать то же самое и рассказать. Пять лет назад это вряд ли кому-то было нужно, потому что не было вот этого коллапса. Коллапс произошел, появилось окно возможностей, и теперь мы рассылая вот эти вот письма, наши экспертные записки, ну мы получаем какие-то ответы, нас куда-то зовут поговорить, и предложение или надежда такая, давайте не ждать следующего коллапса. Мы на самом деле умеем анализировать, обсуждать, решать такие задачи с любыми механизмами, ну где фигурирует стимул, теория игр, с аукционами, с рынками, с федеральной контрактной системой. Давайте поднимать уровень нашей государственной аналитики до того уровня, чтобы не экспериментировать на людях. Ну то есть да, сейчас у России есть прямая возможность сделать там, ну из наиболее прогрессивных систем приема. И вот типа... Ну не только приемы, мы можем вообще... Ну вот давай, да, 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 постепенно, да. Вот и когда вот, например, там чем стране гордиться, да, вот что там за последние там 15-20 лет, вот мы... Перельман. Мы сделали того, что вот типа вау. Перельман. Вот это вот... Доказалки пользы банка. Точка. Вот это вот это... На скидку сразу не могу... Россия, 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 Россия большая. Там много чего происходит. Нет, на самом деле есть сайт сделано у нас. Если так честно говорить, то есть как бы, если честно говорить, там есть какие-то интересные моменты, я бы не сказал, что мы прям ничего не сделали. Я не говорю, что ничего не сделали. Я говорил, что вот как бы есть, есть... Вооружение. Есть, есть, есть возможность сделать... А, давай так, есть возможность чем-то отличиться не в военной области, да? Есть возможность чем-то отличиться не в военной области. И это что-то, это оно сильно улучшит жизнь огромного количества школьников и их родителей. Ну да. И так же... Ну вот к кому мы сейчас обращаемся, надо понять. То есть, когда я в своих заявлениях говорю, там, вы теми или иными действиями, там, разрушаете школу, да? Я обращаюсь к конкретным лицам. Я обычно их прям называю. Вот сейчас кого надо называть? Мишустина, Путина, кого надо называть? Потому что нужно обращаться к конкретным лицам. Нет, ну смотри, в любом случае, в любом случае, смотри, поддержка президента или премьер-министра, она будет очень кстати. Очень кстати. Мишустин, мой канал смотрит 100%. Давайте сделаем хорошо. Хорошо. Значит, тогда Михаил... Давайте еще коротко для премьер-министра. Ну да, как его зовут? Михаил, я не знаю отчество. Ну, в общем, Михаил Мишустин. Это приемная кампания для вас. Ну, соответственно, понятно дело, что есть там люди... Есть министерство образования, которое, в общем... Да, мы обращаемся к конкретным... Должно, должно быть... Хорошо, Сергей Сергеевич Кравцов точно это посмотрит абсолютно. Потому что его советник это посмотрит и ему покажет. Если у него есть, соответственно, какой-то ресурс, он может прийти к Фалькову и сказать, смотри, они там придумали. Да? Правильно? Можно я закруглю вот этот тезис, да, с которого я начал? Вот когда были объявлены новые правила приема с электронными согласиями, с электронными отказами, перекладыванием, когда две волны отменили, сделали одну волну, нам уже было ясно, чем это закончится. И не только нам, это вот экспертное обсуждение людей, занимающихся с наукой там где угодно, то есть вот человек ничего не знает про Россию, никогда здесь не был, мы рассказываем примерно в общих чертах, он в один в один говорит, что будет. Он уже начинает смеяться в том смысле, что такой смех типа Эврики. Ну конечно, здесь, пожалуйста, давайте попробуем повысить качество аналитики, да, аналитики вот таких сложных систем. Уже есть и наука, и есть какие-то экспериментальные обкатки, там, эмпирические наблюдения по другим странам. Вот мой тезис. И еще, Россия довольно продвинутая страна с точки зрения электронных услуг населению, с точки зрения административного движка, на котором подобную систему можно было бы развернуть. Ну да, 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 я понимаю. В мире мало где такое есть. Здесь нам, чтобы вот это поднять, не нужно с нуля делать всю инфраструктуру, она почти вся уже есть. Там надо править, да, но технически это... Я всегда говорю, цифровизация вне школьной программы, можно обсуждать спокойно, в смысле, вне образования. Ну вот там цифровизация образования, которая может сработать. Вот здесь надо упражняться. Ну понятно, понятно, что да, это все-таки, как бы, надо еще открыть некоторый ограниченный момент, да, что эта штука, она начинается после того, как закончат все испытания. Это четко надо проговаривать. Это не про ЕГЭ, это не про творческие конкурсы. Естественно. Это мы не претендуем на то, что мы знаем, как изменить систему. Это начинается уже, то есть мы боимся за довольно маленький... За очень технический фронт, все. За маленький очень технический фронт, все понятно. Вот, где сейчас приходит бардак, а может происходить не бардак. Все, да, все понятно. Все понятно. Вот, и понятное дело, что эта система, она после того, как все зачислены, она вот тоже... Еще про качественную аналитику. Смотрите, когда вы пойдете к какому-то чиновнику или практику, или что, говоришь, вот произошел коллапс, что надо делать? Он говорит, надо отменять Олимпиады, или надо отменять ЕГЭ, или надо еще... То есть он даже не в состоянии проанализировать, где именно произошла проблема. Мы говорим, вот это все начинается с того времени, как каждый вуз сформировал эти списки. Как он их формирует, неважно. Что вы там потом сделаете с Олимпиадами, с ЕГЭ, все равно это будет работать. Вот эта часть, вот этот алгоритм процедуры приема. Опять, повышаем качество аналитики, пожалуйста. Если это от кого-то зависит, вообще пользуйтесь услугами ведущих вузов и там запрашивайте, звоните, пишите, консультируйтесь. Просто пишите мне, и я направлюсь на нужных людей. Все очень просто. Ну, например, да. Вот, и слушай, я тут раз то упомянул Олимпиады. Да, вот это, я хочу вернуться к тому, с чего мы сегодня начали. Так. Вот смотрите, значит, если система хорошая, то из нее никто не хочет убежать. Никто не хочет заключать договоренности вне этой системы. Ну да. То есть, если у меня есть какая-то пара студент и вуз, которые друг к другу подходят, то система должна эту пару найти. И она ее найдет. Соответственно, у них нет стимула договариваться помимо этой системы. Ну, то есть, сделать. А вот теперь, нет, ну, смотри, взятки, 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 бог с ним, это, ну, да, там, жульчество на ЕГЭ, это отдельная тема, я сейчас не про нее. Вот давайте посмотрим на всевозможные олимпиады на поступления. То есть, например, уже когда я был студентом, да, была мартовская олимпиада на Мехмат, мартовская олимпиада на ФИСФАК, апрельская олимпиада на ВМК. У нас в Горный, в Политех, в Питере. Майская олимпиада на Мехмат, майская олимпиада на ФИСФАК. Да, то есть, уже вот конкретно там факультеты МГУ, которые меня интересовали, их там три штуки было, Мехмат, ФИСФАК и ВМК. Да, было там две олимпиады или одна олимпиада на ВМК. Что такое олимпиада, да? Это возможность договориться помимо летней системы. Ну, не только. Не только. Это возможность сформулировать этот список в узел. Да. Почему же? Вот сейчас, сейчас, сейчас в рамках, в рамках вот нашей системы, да, это возможность сформулировать список, как бы, уточнить список в узел. Это значит, я исхожу из того, что мой абитуриент может провалить ЕГЭ в силу плохого самочувствия, но если он написал мою олимпиаду хорошо, он мне нужен. Это никак не, это вообще никак с этим не связано. Аккуратнее. Олимпиадный вопрос, он не связан с тем, что сейчас происходит. Аккуратнее. Аккуратнее. Значит, с одной стороны, да, олимпиады, они снимают, снимают существенный риск с абитуриентов. Ну, да. Это на самом деле хорошо. Это хорошо. Да, потому что... Я вообще только к олимпиадам хорошо отношусь, я не знаю, я понимаю, что... Олимпиадах хорошо, но, с другой стороны, теперь... Чем хуже работает летняя система зачисления, тем более важными становятся способы найти, зачислиться в ВУЗ помимо не летом, за пределами основной компании. А, в смысле, ты хочешь сказать, олимпиады, по результатам которых напрямую зачисляют в ВСТЕХ, да, например, или в ВУЗ? Да. Вот такие. А такие есть? Нет. У тебя... Разве есть возможность сделать в марте вообще независимо от ЕГЭ куда-то пройти? Нет, ну... А у меня такого? Нет, независимо от ЕГЭ понятно, что на ЕГЭ тебе надо будет набирать какие-то баллы, и раньше это тоже было так, что тебе нужно было. На ВСТЕХ сейчас олимпиады добавляют там... Смотри, вот на ВСТЕХ я ситуацию примерно понимаю. Нужно там набрать... Максимум ты можешь набрать 310 баллов. Это 300 за ЕГЭ и 10 за разные там вот такие вот дополнительные олимпиады, конкурсы и прочее. И это все полностью вписывается в эту картину. Да, конечно. Я просто сейчас... Проходный балл бывает 307, например. Здесь меняется... Меняется функция... Функция олимпиад? Функция олимпиад. Ну, в смысле... Здесь она начинает делать то, что она должна делать. А именно снимать риски с абитуриентов. А сейчас-то разве это не так? Сейчас тоже это так. А ты не ожидаешь, что через несколько лет при старой системе вместо 2 баллов за олимпиаду ты получишь 3 балла, потом 5 баллов? Я ожидаю. Ну, в общем, про олимпиады... У меня ощущение, что в данный момент никакого... Нет, никакой угрозы олимпиады нет. Но они, как бы, начинают выполнять хорошую функцию вместо плохой. Так нет, я... То есть, они... Мое уверение, что они не выполняют сейчас плохую функцию. Но я не вижу, как бы, проблемы в сегодняшней системе, когда все пишут кучу олимпиад. Кроме проблемы... Вот одна проблема есть. Серьезное списывание на этих олимпиадах. Вот это есть. То есть, как бы, ЕГЭ подделать сейчас все-таки довольно сложно. А олимпиаду написать хорошо проще. И... Но сейчас, по-моему... Ну, я сейчас вот... Сейчас я произнесу некий текст. Тут в комментариях, может быть, напишут, что я не вполне прав. Ситуация такая. По-моему, все-таки какие-то локальные олимпиады подделываются, но они не очень важны. А огромные олимпиады тоже сложно подделать, типа все разом. Вот. А они действительно дают гарантию. То есть, я не вижу серьезной какой-то в этом беды. Но действительно, да, то, что всякие локальные олимпиады, происходит тотальное списывание, это правда. Это да. Ты ближе к теме, ты лучше разбираешься в олимпиадах. Я вижу вот эту аналогию. Нас не устраивает основная система, и вдруг, внезапно, мы начинаем тратить ресурсы свои и этих абитуриентов на то, чтобы... Ну, смотри, первое. Как ты их еще тестировать? Зачем? Это невозможно сделать в системе просто, на самом деле. Ну, по два балла, может быть. Ребята не могут. Ну, это какие-то совсем, это такие вот... А второе... На какие-то программы приходит 50 человек с одним и тем же баллом. Два балла – это много. Ну, в общем, не знаю. Давай, пусть обсудят в комментариях. Я здесь не вижу очень большой проблемы в том, что школьники пишут эти олимпиады в большом количестве. Нет, пускай. Вообще проблемы нет, потому что, наоборот, они прокачивают свои, так сказать, возможности. Это дискуссия, это не утверждение. Но я говорю, что, действительно, на мой взгляд, там, то, что мне рассказывают, это тотальное списывание всего и вся, в том числе олимпиады, ВПРов и... Ну, понятно. И всех домашних заданий, просто школьники просто все списывают, они не думают, они просто списывают. Да, может быть, это олимпиады, которых, ну, как бы, в нормальной жизни не должно было быть. А теперь устроили, школьники не хотят готовиться к ним, не хотят... Ну, а стимулы очень сильные, какие-то там баллы зарабатываете, поэтому они списывают. Ну, то есть, опять, мы заставляем их это делать. Ну, софисами боюсь, что... Дискуссия только в том, что, может быть, и рынок олимпиад тоже изменится после того, как... Нет, ну, смотрите, да. Тот момент, который я хотел здесь затронуть, что чем хуже устроен рынок приема, тем хуже основной механизм приема, да, тем больше стимулов договариваются помимо его. Ну, это понятно, да. И тем больше разных вариантов обхода, как бы прямого, ну, как бы, поступления вместе со всеми мы должны наблюдать. Ну, понятно, понятно. Я просто не уверен... Здесь как-то для России сегодняшнего дня то, что ты говоришь, достаточно актуально. Актуально, что это снимает бардак, который сейчас происходит. Бардак абсолютно четкий, абсолютно те же грабли, на которые наступали другие страны. То есть, вот это вот самое важное. Самое важное в этом механизме. Ну... Хорошо. Хорошо, давай. Что мы хотим вообще сказать? Мы хотим пропагандировать эту систему. Хорошо. Ну, просто, наверное, сейчас спорить смысл нету. Да, все, давайте с олимпиадом закончим. Превращается в беседу, да. Так, нам нужно еще что-то важное сказать. Нет, по-моему, все. А, ну, это вы решаете. Саша? Но, по-моему... Сейчас. Здесь ролик уже вполне завершен. Есть немножко инсайда про то, на какой стадии это во всех этих... Ну, если это инсайд, можно здесь выложить на всеобщее обозрение 189 тысяч подписчиков? Только скажи его, конечно. Ну, да, хорошо, хорошо. Значит, это был лично мой первый опыт взаимодействия с государством. В том смысле, я увидел, как оно принимает решение. Оно принимает решение медленно, часто под давлением обстоятельств. Потому что, вот, произошел коллапс. Всем было выгодно, конечно, сказать, нет, это была лучшая компания за всю историю. Ну, не всем, кому-то. Мы все очень довольны, ну, официальным лицам. И, в том числе, ректором вузов, у которых был провальный прием. Вот, почему-то им было выгодно. То есть, они... Ну, иначе бы они завтра перестали быть ректорами вузов своих. Или просто, да, мы не хотим... Да, иначе все говорят, что все хорошо, а я скажу, у нас все плохо. Наверное, тогда дело во мне. Наверное, я не хочу это говорить. А ну, просто так... Каждую неделю какого директора надо сажать. Помните черный кофе, да? Знаю дело во мне. Сердце умерло лето. И история такая. Когда мы это увидели в середине августа, да, вот уже результаты. До конца августа мы уже приготовили вот подобное предварительное предложение. И разослали всем, и тебе в том числе. Да. Да. И написали даже, что это все сделано с Никитой Калининым. Мы это писали, и Костик к нам присоединился, потом уже на троих отправляли. И отправляли это все неограниченному кругу лиц. То есть вот пересылайте, да, пересылайте как бы вверх по градиенту куда-нибудь. И это... Дошло. И это дошло, да. Притом с нескольких даже сторон дошло. Через вышку, через ВГУ. Это очень хорошо дошло, и какие-то машины... Закрутилось. Да, какие-то колеса закрутились. И мы это уже имели возможность рассказать представительному собранию, включавшему замминистров или замдиректоров, это там, Рособранадзор или каких-то таких очень... И включая практика, потому что не все представляют замминистры, но представляют точно какие-то там программисты вот эти министерские. Может даже лучше. Вот. Рассказали, объяснили. Они согласились, что это разумно. Сказали, что это очень сложно будет сделать, потому что это правда реформа, которая затронет очень многих. Здесь очень много стейкхолдеров. Нет, ну да. Тут понятно, что надо действовать аккуратно, ставки большие. И в целом я доволен своим государством. Вот в этом первом моем опыте. Ну пока они не внедрятся ни хрена. Нет, ну что они сделали уже, там, они выслушали, они сказали, что это разумно. Они на каком-то съезде или там совете или что-то, в общем, какой-то важный, и партийный, по-моему, а может быть там правительственный, в общем, какой-то важный орган принятия решения, они сказали, да, нужно дорабатывать систему согласно рекомендации математиков. Так это прямо в документе написано. Да, понятно. Да, и в этом смысле я хочу их всех поблагодарить. То есть мы хорошо вместе работаем, давайте дальше. Ну да, и совету дальше так же работать. Но, как я понимаю, на этот год это все-таки не получится, просто не успеется. Инерция очень большая, да. Они должны, если я правильно помню, где-то там до середины ноября огласить правила, чтобы вузы начали к ним готовиться. Понятно. В идеале нынешние десятиклассники будут поступать по первому варианту этой системы, но нынешние одиннадцатиклассники точно не будут. Мы можем уже сказать, как будут поступать. Каждый одиннадцатиклассник спросит, как поступать. Да, да. Значит, одиннадцатикласснику будет проще, чем одиннадцатикласснику прошлого года. Потому что по двум причинам. Во-первых, они уже могут учесть то, что ты рассказывал в прошлом видео, что мы сейчас рассказывали. В общем, проблемы нынешней системы. Во-вторых, систему сделали лучше, чем она была в двадцать первом году. Напомню, в двадцать первом отличалась тем, что вместо двух волн сделали одну. Теперь можно сказать, у вас не два шанса, а один шанс отправить свое согласие в нужное место, в нужную программу. И сделали вместо бумажных согласий электронные. Вроде как это стало более удобно, более гибко, но вот мы объясняли, к чему это приводит. И на следующий год второе изменение убрали. Теперь опять будут бумажные согласия. Это значит, что рынок будет распутываться чуть-чуть более предсказуемо и чуть начнет раньше. Но оставили одну волну. То есть все равно плохо, да? Не очень плохо, главное добавили стимулов начинать действовать рано. Вот пошел первый день приемной кампании, и мне уже хочется, например, если я там откуда-то издалека приехал, я олимпиадник из Сибири, у меня один шанс доехать до Москвы, там один день прожить, чтобы деньги не тратить, отнести свое согласие и уехать в Сибирь. И я это сделаю в первый день кампании, ну чтобы не рисковать, потому что мне все равно все места гарантированы. Я это сделаю, уже все меня увидят в списке вуза, куда я это согласие отнес, и смогут на второй день уже отвечать на это. Поэтому рынок начнет распутываться раньше. А если у меня нет этого стимула куда-то там из Сибири ехать, тогда я буду сидеть до последнего дня, кто меня заставит, я олимпиадник поступлю куда угодно. Ну ладно, да, будет вот так, то есть как бы коллапса устойчивости все-таки повысится. Да. Все, ну тогда всем удачи и поступить куда надо. Друзья, спасибо огромное. Сейчас я выйду к вам, чтобы со всеми попрощаться, сказать всем Маткульт привет. Снова снимем трех богатырей. Да. Эй-хо. Спасибо, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.